Слышала в моде многослойность? Так это хорошо на прогулках по Пикадилли. А в ресторане нужен минимализм. Чтобы женщина в глазах мужчины выглядела доступной. Какой доступной? Он мой коллега, я же говорила. Ой, Ленка его спасла от тюрьмы. Он теперь хочет ее ужином отблагодарить. Тоже мне благодарность. Я теперь не знаю, что выбрать после таких слов. Да. Да. Уже выхожу. Так, все. Так, пальто вот это возьму. Ну, как на похороны, ей-богу. Нет, нет. Шубу, шубу. Все. Вот, это клиент. Так, все. Вот, отлично. Клач, клач, клач. Все. Ну, это ясно, да, понятно. А далее, что? Да я вообще здесь с разгрузки ехал. Смотрю, эти лежат. Я думал, пьяные остановятся. А они убиты. Послушайте, а здесь больше точно никого не было? Да, здесь и днем не более людно. А ночью так вообще. Ладно, вы свободны. Маша, что у тебя? Вот, на это глянь сначала. Что, полицейские, что ли? Ну, это твое дело пробивать. Короче, я здание обошел. Они или заколочены, или полуразвалены. И камер никаких нет. Ты вот на это глянь. Твою мать. А я их сразу не узнал. Это ж опера, ребята из 13-го отделения. Ты уверен? Конечно, я же с ними на операции был. Вот, теперь точно нужно звонить в управу. Кипиш сейчас начнется. Петь, глянь еще там гильзы. Ай, парни, парни. Так. На что жалуетесь? Что-то у меня в последнее время нервишки пошаливают. А в чем это выражается? Ору на всех. Ну, как, просто так орете или за какие-то проступки? Ну, ты же, я псих, что ли, просто так орать? Ха-ха-ха. Ну, тогда у вас все нормально с нервами. Кстати, водичку будете? Нет, спасибо. Просто вы, как руководитель, выбрали неверный стиль управления. То есть? Смотрите, вы начальник. А начальник это кто? Это господин. А господин не имеет права орать на подчиненных. Иначе он становится на один уровень вместе с ними. То же самое касается и детей. Да, ведь? А как надо-то? Надо быть всегда ровным. Нет, ну, надо быть всегда ровным. А если не всегда получается. Вот. Есть очень один хороший, эффективный метод. Когда вас накроет гнев, вдох, выдох. Вдох, выдох. И считаете до десяти. Нет, доктор, это вряд ли у меня такое получится. У меня на совещании почти каждый день много сотрудников. И каждый из них несет чушь. Если я после каждой реплики буду затяжные паузы вот эти вот делать, меня вряд ли пойму. Вот, и опять вы их вровень ставите с собой. Запомните, они ниже вас. И вам должно быть по барабану, о чем они говорят. Точно, у меня же звезд на погонах больше. Значит, я умнее. Вот. И главное что? Вдох, выдох. И считать до десяти. Извините, это по работе отвечу. Пожалуйста. Да. Товарищ подполковник, тут двух оперов из тринадцатого застрелили. Ну, я в управу сообщил. И что? Ну, они объявили общее усиление. Я всем нашим позвонил. Федоришину и тоже. А она что? Ну, что она? Она говорит, у нее сегодня выходной. И без вашего приказа никуда не поедет. Тем более она в ресторане отдыхает с Дергачевым. Что? Она с ума что ли сошла? В каком ресторане? Вдох, выдох и считать. Раз. Два. Три. Не знаю. Вроде помогает. Вот. Конечно, помогает. Ладно, спасибо. Пойду. Я у себя. Ищи. Здравия желаю, товарищ мэр. Привет, лейтенант. Майор Розумовский. Начальник тринадцатого дела. Следователь Пороховщиков. Вы уже в морге были? Да, был. Это моя опера. Ясно. А что они делали в промзоне? За бандитом следили. Он там должен был показаться. Так, может, это он их? Может. Ты хоть представляешь, как ему ты сварил в глаза их родственникам? Представляю, майор. Но я все равно должен взять официальные показания. Да, конечно. Просто Вика действует по принципу отморожу уши на злобабушке. В каком смысле? Ну, возраст такой. Хочет привлечь к себе внимание любым способом. Даже самым экстравагантным. Ну, ты майор и лось. Нет, ты не лось. Ты олень. А нельзя ли потише? Нет, нельзя. Товарищ подполковник, ну, устраивайтесь, сын. Просто Лена меня спасла. Я пригласил ее в ареста. Она для тебя не Лена. Она для тебя Елена Васильевна. Ой, и букетик самый дешевый купил. Миш, ну прекрати. Добрый вечер. Может, вы возьмете меню и присядете? Засуньте себе это меню знаете куда? Безобразие! Вызовите полицию! Я сам полиция. Ладно, все, по коням. Усиление у нас. Поехали! А заплатить? Да, конечно. Вы извините нас, мы из цирка. Клоун. Издержки профессии. Лен, поехали быстрее. Холодно. Подожди! Я его не повезу. Тут ему не такси. Миш, ну что за детский сад? Поедем вместе. Лена, все нормально? Было нормально, пока ты не нарисовался. Поехали. Раз, два, три. Вдох, выдох. Я спокоен, я господин. А вы что, прилипли там друг к другу? Ладно, я спокоен. Раз, два, три, четыре. А и правда помогает? Раз я кого-то не застрелил. Пошла вон! Пошла вон, пошла, пошла, пошла. Гуленыш, а что это за человек такой, а? Ну только кайф начал получать, тебе надо обломить это все. Скажем ли, босс, все плохо, босс, все плохо. Хитрый, дверь, пулевый. Что случилось? Он не приехал, он ничего не привез. В охрану? Ну, не выходит на связь. Фигово, не надо. Послать некого. Босс, поедай, я пришел, надо вдвоем ехать. Вам бы переодеться и поедем. Ну, это ты правильно. Оружие не забудь. Молодец. Обожаю Подхалимов. Пожалуйста. Спасибо. Ой. Майор, это твои там? К сожалению, да. Зачем надо было собрать весь состав сейчас? Да, я серьезно. А зачем? И в принципе мы могли... Рот свой закройте, там и так вся полиция на ушах. Саш, доложи. В 20.46 водитель продуктовой машины Можаркин ехал с разгрузки и обнаружил на дороге двоих расстрелянных. Он же и вызвал полицию. Мы приехали на вызов и нашли убитых с удостоверениями сотрудников 13-го отдела по фамилии Перник и Кудров, а также их табельное оружие. Я знал их. Жалко мужиков. Маш, у тебя что? Оба застреляны. Пистолетом у нас, скорее всего, ТТ. Мы нашли гильзы. Калибр 7.6.2. Гильзы отправили в баллистик. А камеры? Камеры нас до них. Нет, там же заброшенная промзона. Камер нет. В машине оперов видеорегистратор был выключен. Тачка, если что, у нас на стоянке. Слушай, а что там твои парни-то делали? Они были на задании после бандита Сивова. Он должен был встретиться с находящимся в розыске Закревским по кличке Фокс. Ну, по этому заданию они, как положено, подали рапорты. И должно было быть там трое оперов. А третий, капитан Димов, пропал. А сутовый? Нет сигнала. Я к нему наряд отправил, но они там тоже никого не нашли. Значит, с завтрашнего утра надо еще раз прочесать. А чей информатор сообщил о встрече бандитов? Убитого опера. Ну, тогда мы точно не узнаем, откуда информация. Ну, ничего нового для себя я тут не услышу. Ну, товарищ подполковник, я уже дал официальные показания вашему следователю. А мне еще с родственниками убитых надо встречаться. Ну, давай, иди, конечно. Давай. До сих пор не понимаю, зачем в этих случаях весь личный состав по тревоге поднимает? Серьезно не понимаешь? Ну, так это же бесполезно. Да потому что убили двух офицеров. Это сейчас вроде как нормально. А раньше бы уже из главка лучших следаков вызвали и собрали бы комиссию. И плюс еще вся полиция города бы прессовала этих криминальных ублюдков, пока они сами бы убийцу не выдали. Так, ладно, все, идите отдыхать. Завтра и так день кипишной. Надеюсь, у нас это дело заберут. Следователь Федоришин, задержитесь, пожалуйста, не долу. Ничего не хочешь мне сказать? Нет. Да выкинь ты этот веник, я тебе нормальные цветы куплю. Спасибо, Миша. Мне эти нравятся. Ну, я всегда знал, что у тебя вкус дурной. Ладно, иди, отдыхай. Соня Дергачу. Детский сон. Хорошо, что на дачу не цунулись, босс. Хорошая ночь сегодня. Ага. Слушай, Куленыш. Да? А вдруг там засада? Нет, босс, если бы там засада была, здесь бы ни одного мусора на районе не было. Там он на сколько и шныряет. Ну, ты давай. Фонарь аккуратно. Открыто. Ага. Давай, Куленыш, аккуратно. Ничего себе. Ух. Ну, и гадость. Узнаю, что западная-то сделала. И этот готовый. Жопу порву на британский флаг. А, босс, только свет не включайте. Ай-яй-яй. Они уже остыть успели. Слышишь, ты же понимаешь, с чего у нас проблема? У нас же утечка информации. Босс, ну не обязательно у нас. Вы это, вы идите пока, я хирургу пожаню, мы этого кассира с собой заберем. А мусора на улицу выбросим, пусть его свои найдут. Пусть тоже убийцу ищут. И мы, Куленыш, будем искать. Будем искать и найдем. Будем, босс. Так, ладно. Ты тут это, ну, приберись. Фу, гадость какая. Слушай, а вы заметили, что когда дело почти глухарь, знаешь, этот начальник никогда, никогда не передает своей этой фаворитке. Ой, да ладно тебе. Лично я против Елены Васильевны больше ничего не имею. Да ладно. Ну да. Только благодаря ей не закрыли наш отдел. Если вообще говорить честно, то она вот такой вот следователь. Получше, чем мы вместе взят. Ты это сейчас серьезно? Да, я серьезно. То есть вы хотите сказать, что вы оба смирились с тем, что с ее появлением наша карьера стала тормозить. Ого. Так вот, знаете, я с этим не смирюсь. Я буду воевать в одиночку. Сам буду вести войну. Да воюй ты сколько хочешь. Только тихо, пожалуйста. Да и подремать все. День-то был вообще просто ужас. Ужас. Молодцы. 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 Интересно, если завтра к вечеру убийцу оперов не найдут, нас вообще домой отпустят? Это вряд ли. После такой заварухи, я думаю, усиление будет как минимум дня два. О, хоть один нормальный мужик зашел. Чай? Не, я уже кофе опился. Слушай, Лена, я не знаю, какая-то ерунда с этим делом получается. А ты меньше ее руками трогай. Кого? Как таковую ерунду. Ой, Маш, я серьезно. Сами подумайте. Вот Фокс, с которым должен был силы встретиться, он уже пять лет в розыске. И за это время никаких признаков жизни ни разу не подавал. А силы у него в розыске. И вообще вроде как дома живет. Да, и место там странное. Ну, оно, конечно, подходит для секретных встреч. Но убили оперов прямо на дороге. Даже не у себя в автомобиле. А почему ты своими соображениями не поделишься со следователем, который ведет это дело? Да потому что это у следователя Мозгов. Какой? В том анекдоте. В каком? Ну, Шерлок Холмс выходит к завтраку. Миссис Хансон. Что у нас сегодня на завтрак? Мозги Ватсона, сэр, принесите. Ну, прямо значит, надо будет. Там такая штучка лежит. Миссис Хансон, что это такое? Почему так мало? Я повторяю, это Мозги Ватсона. Вы снова были вместе, да? Ну, ладно. Маша, у нас там новый труп. Поэтому бери Параховчакова и вот этого вот. Езжайте на место. Адрес, место. Адрес уже у водителя. Миш, только не говори мне ничего, а? Я могу ходить в ресторан с кем хочу. И это не аморально. Что, как аморально? Ой. Даже поговорка есть такая. Ну-ка. Сегодня в ресторан с мужиком, а завтра с беременным животом. Миш, это ты сам сейчас придумал, да? Это ты книжки почитай. Какой? Послодится поговорки. Мишенька, это твое больное воображение. Ладно, иди, Мишуль. Отдохнуть хочу устала. Ты обалдела, что ли? Ты вообще-то на работе находишься, отдохнуть-то захотела. Ну, я немножко релаксну. Ой. Ноги болят. Раз. Два. Три. Гадство не помогает. И выгни этот дешевый веник. Еще один номер из тринадцатого. Черт. Мы когда выехали на патрулирование, здесь никого не было. А тут едем обратно, и вот. Ну, правду говорит-то. Мы тоже, когда здесь были, вот этого персонажа тут не было. Маш, ну ты скажи. Да. Только убили его в то же время, примерно, что у тех двоих. Здорово. Да, что ж такое. За одну ночь троих лучших копиров потерял. И у всех же. Жены, дети, семьи. Да хоть стреляйся. Ну, ладно, ладно. Путормози. Я сначала найду эту тварь, а потом сам завалю. У тебя что, родительский день сегодня? Ну, а я их с тобой перепутал. Как же ты достал меня со своей конспирацией. А зато сюда брат Ваня ходит. Короче, слыхал про некоего Фокса? Который с Харитоновскими работал? Да. Говорят, он в городе объявился. Так его они же и мочканули. И прикопали. Что? Лет пять назад. И ты молчал? Так ты не спрашивал. Ладно, понял. В следующий раз встречу в женском туалете назначай. Чего? Ну, туда же тоже братва не ходит. И что нам теперь делать, а? Ну, я попозже поеду узнавать что-то. Ну, как? Ну, мне кажется, что стукачка надо среди мусоров искать. Да. Да. Да, людей у нас уже нет. Получается, все, кто на нас работал. Вчера ночью погибли, да? Да. Но ведь они могли до этого болтать, правильно? Там словечко, там полфразы. И имеем, что имеем. Но есть совсем плохой вариант есть. Что их прямой начальник, он крыса. Угу. Босс. А можно я его попытаю, пожалуйста? Подожди, Окуленыш. Надо посмотреть, что менты нароют. Окуленыш. Если ты начальник, он же в курсе что-то происходит, а? Босс, я нежный. Он же замазан. И шантажа испугается. Пожалуйста. Окуленыш. Давай. А? Только аккуратно. Я аккуратно, вот. Выходим. За что ты меня принял, начальник? Давай, давай, шагай. Куда? Да понял, понял. Это Сонарь. Ну, в общем, при обнаружении третьего трупа следствие совсем запуталось. Я в тупик. О, да ты что? И почему я не удивлен? Ну, может быть, наш гениальный следователь свои какие-то интересные доводы выдвинет? Слишком мало данных, чтобы делать выводы. Ну, в таком случае мы можем хоть год жить на работе, и нового ничего не узнаем. Надеюсь, хотя бы к вечеру начальство догадается и снимет усилие. Давай, заходи. Ммм. Это что, твой новый суженый? Барзар. Барзар, заткнись. Просто мне надоела вся эта комедия типа секретной операции, и я решил встретиться со своим стукачом. И выяснил, что Закревский, Фокс, которого якобы пасли убитые опера, на самом деле пять лет назад представился. Своих же закопали. А, вот оно как. И после этого я тупо выехал в адрес вот к Сивому, который якобы должен был встретиться с этим Фоксом. А он спокойно дома живет, причем с бабой. Я не знаю никакого Фокса. Ага. И давно завязал. Работаю на дерево вырабатывающем комбинаторе. Так это что, надо проверить? Не умничать. Я уже проверил. За дверью постой пока. За дверью постой. Вольно. В общем, он правда там работает и вчера ночью был на смене. И убитые опера должны были это знать. А может, они начальнику туфту нагнали, чтобы походной взять? Да нет, тут скорее другое. В общем, есть такая тема, но пишешь рапорт, типа, выехал на секретную операцию, чтобы оружие иметь и статус на случай остановки дорожной полиции, а сам перевозку ценных грузов для криминала охраняешь. Так а что, начальник убитых, он не в курсе, что ли? В курсе, конечно, что все эти секретные операции – фикция. Но о деталях мог быть не в курсе. Ну, он же их не бесплатно отпускал, наверное. Коррупции нам еще тут не хватало. Нужно проверить рапорты убитых оперов, ну, когда они на задание выезжали. Если они особо не парились, как в случае с Сивом и Фоксом, то и мы найдем какую-нибудь туфту. Да, он без высшего руководства не разгребен. Значит так, давайте еще раз проверяем этого Сивова, да? Я докладываю генералу, все свободно, в атаку. Есть. Есть. Исчезни отсюда. Давай. Плохие, плохие новости, босс. Начальник оперов, он походу в бега подался. Черт побери. Ну, расстегни меня, что ты стоишь? В общем, я доложил генералу, он в свою очередь выяснил, что начальник погибших оперов сегодня ночью с семьей вылетел из-за границы. Значит, он был на что. Ну, так и пусть теперь дипломаты добиваются его выдачи. Ну, то он так сказал. И просит оформить все так, что майор Розумовский убил своих подчиненных. Нет, что-то тут не то. О, неужели у следователя Федоришны, которая полчаса назад говорила, что мало данных, этих самых данных стало больше, чем у целого генерала? Ну, что, может, еще кто-то хочет поддержать? И второй день побыть в усилении? Правильно. Молчание подчиненных – знак гениальности начальства. Все, давайте. Все, кто сегодня в выходной, свободно, идите домой. Валецин, на этом место извините, я сказал, вали. Ты тоже считаешь, что начальник прав? Не знаю. Ну, даже если майор Розумовский не убивал своих оперов, он точно был замешан в их схемах. Все так. Но, по-моему, его просто сделали крайним. А настоящий убийца оперов гуляет на свободе. Жалко мужиков. Они, конечно, виноваты, но такой участия они точно не заслуживали. Ну, ладно, пойду. Извини, сегодня я не провожу тебя. Ничего. Счастливого дежурства. Пока. Пока. Так а какие виды у тебя на Федоришину? Не ваше дело. Не был бы ты хорошим опером, что, в принципе, сегодня доказал. Я бы тебя давно уже уволил. Ну, я минималку выслужил. Мне терять нечего. Могу хоть сегодня в отставку. Не надо. А то он меня здесь живьем сожрет. Только вот что мы будем делать, я не понимаю. Пусть она сама выберет. А ты вот сам как думаешь? Кого она предпочтет? Перспективного начальника или вечного опера? Боюсь никого. Да я тоже этого боюсь. Но если встанешь у меня на пути, я ни перед чем не остановлюсь. Я уже потерял ее как-то однажды. По глупости, в юности. Елена Васильевна, здравствуйте. Присаживайтесь, мы вас ждали, вот пледик постелили теплый. Здрасьте. Здрасьте. Видите, я же говорил вам, что скоро легализуюсь. Поздравляю. Надеюсь, ненадолго. Да. Не только красивая, но и смелая, босс. Но я же вам нужна, я так понимаю. Да, вы правы, ненадолго. Дело в том, что три убитых оперативника охраняли моего кассира, который занимался черным нам. Я бы очень хотел узнать, кто убил моего человека. Ну, так начальником их отдела убийцы назначили? За то, что он с детьми и женой свалил за границу? Да, он здесь ни при чем. Он так ребят на подработке отпускал, замужду. Босс, я же говорю, он сто процентов как-то про это узнал. Ну, или они там проболтались. Он их мочканул, деньги себе забрал и за бугор свалил. А много они ему платили? Да, нет, не много. Они и сами не миллионы зарабатывали. Ну, тогда согласно с версией вашего коллеги. Боже, она не нравится все больше. Тихо, тихо, тихо. Акуленыш, держи себя в руках. Ну, а что с вашим кассиром? Мы его достойно проводили в последний путь. Потому что его там же с ментами и мочканули. Я надеюсь, у вас все? Пока да. Спасибо вам за информацию, Елена Бассеевна. Куленыш, поехали. Позвольте, я передзаберу бабушке. Так. Федоришина звонила, уже на подходе. Вот, неугомонная баба. Но в логике ей не откажешь. Садись. Да. Добрый день. Разрешите? Разрешаю. Я смотрю на работу, как на праздник. Да это я не успела переодеться. В общем, подполковник доложил мне ваши доводы. И я лично привез совершенно секретный документ из 13-го оперативного отдела. Спасибо. Разрешите привлечь майора Дергача? Он все-таки опер сможет прояснить детали. Разрешаю. Но исключительно его. Здесь нам будет неудобно. Можно мы с документами в моем кабинете запремся? Это что вы думали? Это что в кабинете-то запираться? Так что это на тебя накатило? Действительно. Извините, товарищ генерал. Запирайтесь. У вас есть два часа. Спасибо. Ну, а ты что сидишь? Я здесь результатов ждать буду. Давай, развлекай меня. Как? Как им кверху. Чаю хоть сделай. Есть. Генерал сам привез документы погибших. Ух ты. Не слава. Здесь рапорты самих оперов, донесения агентов и даже расписки о выдаче гонораров тем стукачам. Данные настоящие. Все за последний год. Да, я вижу. Слушай, и как тебе удалось его говорить? Ведь это же секретная, совершенно секретная информация. Ну, просто он не смог отказать женщине. Ладно, сейчас не дали реке, у нас мало времени. Не может быть. Теперь ты понимаешь, откуда информация по фокусу? Мне надо поехать все проверить. Только недолго. Я пока посмотрю. Найди все, дай все не от него. Снова мне ваше дело для архива оформлять. Так хочется уже живое дело самостоятельно провести. Проводи. Ну, вот ты возьми пример с Федоришиной. Когда она на планерке сидит. Даже если дело не ее, но что-то пришло, она подскажет, чем поможет расследованию дела. Ну, и чего? Ну, что тебе так мешает сделать? Скромность. А я смотрю, вы теперь этой Федоришиной прямо очарованы стали. Понимаешь, глупо бороться с сильным противником. А она сильный следак. За ней стоит не только наш в атаку, а и цельный генерал. Так что пусть он, Воробьев, с ней бодается, пока не обломается. Я пас. Ну, разумно. Не надо нищего. Начальник, это я. Ты бы еще за лужкой доведился. Да ладно, меня так брат Ваня узнает. Я же сейчас в завязке, а жить на что-то надо. Короче, Шатун, откуда ты узнал, что Фокса делали? Сивой сказал. Кто? Сивой. А он зря болта не будет. Это раньше он, знаешь, всех держал за горло. Всю эту блутную мешку. Значит, все сходится. Это ты о чем? Ну, ладно. Ладно, давай все при листовке заберу. Нет, все нельзя. У меня что-то тайные проверки бывают. А ну, возьми. Я даже боюсь представить, какой образ у тебя в следующий раз будет. Ты должен был. Войдите. Добрый день. Добрый. Майор Дергач. Что вы хотели? Скажите, Антонина Сергеевна, у вас работает сборщиком некий Симбирцев. Да. Вы не могли бы его вызвать? Мне бы хотелось с ним поговорить. Только, пожалуйста, не говорите, что его полиция ждет. А санкции у вас есть? Я законы знаю. Санкции? Ну да, хорошо. Сейчас я поеду за санкцией. Потом вернусь к вам с группой захвата, и мы устроим вам здесь маски-шоу. Только уж извините, боюсь, мы тут все вам перевернем. Ну, зачем же так? Мне не трудно. Ну, вот и хорошо. Полина, Симбирцева ко мне. Срочно. Спасибо. А вы как были палачами, так и остались. Никакая демократия вам не поможет. Сыляви. Угу. Вызывали. Вызывали. Пять? Что на этот раз? Что ж такое получается с Сивой? Фокса давно похоронили, а ты всем трандишь, что он в городе, а? Завалю. Э! Прекратите же вы! Прекратите! УДАР Ай! Ай! Что это было? Спасибо за сотрудничество. Не дергайся. Тссс. Давай, я на выход. Что ты мне предъявишь? Мусор. Тихо. Сейчас расколешься по самое колено. Товарищ генерал, может еще чаю? Да хватит уже. А то я домой не доеду. Ну, сколько можно ждать? Да. Да. Давай. Можно? Здравия желаю. Вот, возвращаю в целость и сохранность. Ну, что удумали. Получается, что начальник 13-го отдела, майор Разумовский, действительно испугался обвинения в коррупции и сбежал за границу. Причем с небольшими деньгами. Ну-ка, ну-ка. Что там за коррупция? Мелкая коррупция. Он покрывал своих оперов. Они подсовывали ему дутые рапорты. Ну, чтобы иметь возможность при исполнении сопровождать черный нал. Ну, этим же операм надо было еще и свои служебные обязанности выполнять. Поэтому они, как положено, вербовали стукачей. Да. А один из стукачей, он прознал про деятельность оперов. А он сам в прошлом из криминального мира, криминальный авторитет. И знал Басова по кличке Босс. О, Басова. Отсюда подробнее. Ну, после этот авторитет совершил какой-то криминальный проступок. Братва его отвергла, и он стал стучать на своих. А Кудров решил заманить Фокса на черный нал. Он очень доверял своему стукачу и вроде как все мелочей продумал. Слушай, да ты мне сам только утром говорил, что Фокса убили лет пять тому назад. И этот слух среди братвы пустил тот же самый стукач. А где на самом деле Фокс, никто не знает. Но тот агент нашел своего исполнителя, и тот убил оперов, кассира и забрал деньги. А как вы поняли, что это он? Ну, этот осведомитель до сих пор поставляет информацию Басову. И после того, как майор Дергач привел стукача в отдел, босс сам вышел на меня. Ну, и где же нам искать этого вездесущего стукача? Интересно. Чай будешь? Нет, спасибо. Хороший, горный, алтайский. Да. Да чего вы меня опять дергаете, начальник? Я же вам сказал, я от дела дошел. Спокойно на фабрике мебель точаю. А где киллер, который убил оперов и кассира? Ты не знаешь? Какой киллер? О чем вы, гражданочка? Да так, ни о чем. Я, наверное, тогда сейчас позвоню боссу и Акуле. И пока они едут сюда, мы подождем, а тебя после отпустим. Давай. Я думаю, что они будут очень рады встрече с тобой. Не надо никому звонить. А то один садист, а другой мазохист. Да. Я вообще лучше в тюрьме посижу. Семья целее будет. Короче, где киллеры бабло? Говори. На даче. В Шапитовке. Крайний дом возле леса. Так, группу захвата туда. Есть, товарищ генерал. Давай, на выход. Стоять на месте! ВЫСТРЕЛ 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 Готов. Готов. ВЫСТРЕЛ Вот такой выгодный. ВЫСТРЕЛ 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 Нашел! Твою мать! Теперь считай их, припонятых! Опять ты, куленыш, не делай. Видишь, ты кайф не обламываешь. Пойди погуляй. Что случилось? Птичка по тюремной почте напела, что Сивова закрыли по обвинению в пособничестве в убийстве тех хоперов, а повязала его босс. Та самая следачка. Аккуратно, чтоб я не сказал, я еще ближе. Значит так, мы должны сделать все, чтобы она на меня работала. Нет. Я заплачу любые ей деньги. Не получится, Мосс. Она же святая. За идею работает. Ну ничего. Значит, мы к этому вопросу подойдем немножко с другой стороны. Втянешь ее дочь в криминал. Ну а потом будем шантажировать мамашу. Так и будет тебя вдвоем поважать? Лен, он у тебя сейчас с Басов выходил. Тебе нужно как-то хранять. Я подготовлен лучше. Могу один похоронить. Чего это ты лучше-то? Так все, хватит. В следующий раз я иду ужинать с Басовым. И чтоб вы понимали, что ужин не повод для постели. А у меня ее в мыслях не было. Ну у меня было. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, я подожду. Все. Обошел квартиры. Те, кто открыли, никто убийства не видел. И не знаю, кто такая. Девятая. Странная мокруха. На маньяка не похожа. Может, просто хулиганство? Следователь Федоришина. Да, поняла. Спасибо. Справочные сказали, что Девятаева работала кассиром в обменнике. Улица Новая, дом 13. Так это в 100 метрах отсюда. Точно. Можно пройти тем же маршрутом, в котором потерпевшая пришла сюда. Семенович, отдой к обменнику возле Вазарчика, знаешь? А вы? А мы пешком пойдем. Пошли. 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 Обед должен уже закончиться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Проходите. Добрый день. Старший следователь Федоришина. Девятая у вас Светлана Афанасьевна у вас работает? Старший кассир у нас. Только она еще с обеда не вернулась, а телефон ее здесь. Дело в том, что ее убили в соседнем дворе. Как убили? К ножом. Господи. Так, нам нужны записи с камер видеонаблюдения, чтобы видеть, как она ушла. Так мы доступа к ним не имеем. Все транслируется на главный офис. А можно адресочек? Чей? Ваш. Главного офиса. А. Десятинная, тринадцать. И телефон Девятаевой принесите, пожалуйста, он может пригодится. Петь. Ага. Иди на улицу, осмотрись там на наличие камер видеонаблюдения и обрати внимание на припаркованные машины. Там могут быть видеорегистраторы. Есть. Так, ну вот в контактах есть телефон ее мужа. Вызови его в отдел. Вы уверены, что это ее убили? К сожалению, да. Как же так? Я даже не знаю, как дочке сказать. Ей же всего двенадцать лет. Я еще раз приношу свои соболезнования. Пожалуйста, ответьте еще на один вопрос. Утром, когда ваша жена собиралась на работу, она вела себя как обычно? Да. Вы сейчас про Светов в прошедшем времени сказали. Я только сейчас понял, что ее больше нет. Тоже мог женщину убить. Уже ли есть такие звери? Слуги! Пожалуйста, успокойтесь. Спасибо. Ну, я считаю, что уже время предъявить обвинение. Согласен. Да. Разрешите? Чего опаздываем, пробитый? Так, я задание старшего следователя выполнил. Угу. И вот видеозапись. Надеюсь, порнушка там? Нет, там записи, видеонаблюдение напротив обменника. Елена Васильевна уже его посмотрела, я ей на телефон отправил. А где, кстати, сама Федоришина? Она мужа убитой кассирша опрашивает. Так что там на запись? Там получается, что кассир сама вынесла и просто отдала деньги прохожему, а потом ушла в ближайший двор и там ее и зарезали. Да? И сколько денег отдала? Младший кассир не имеет доступа к кассе, поэтому надо ждать, когда ревизию произведут. Извините, я там. Я в курсе, а мы как раз убийство кассира обсуждаем. Присаживайся. Спасибо. А может, кассира была в сговоре и подельник ее убил? Нет, нет, нет. Если бы она хотела присвоить деньги, ей не нужен был бы подельник. На записях, которые достал Петя, есть даты и время. И получается, что последний входящий на телефон кассира был сделан меньше, чем за минуту до того, как она отдала деньги. Все, пробейте абонента и срочно к нему. Я суток. У меня там свадьба намечается. Ты чего, Лен? Да не у меня. Дочка. Дочка опять чудит. Ну, раз так, следователь Федоришин свободен до послезавтра. Этим делом займется... Я не могу, у меня и пять дел в разработке. А у меня три, и я завтра на суд должен явиться как свидетель. Следователь Родзянко займется этим делом. А поскольку он у нас, мягко говоря, неопытный, оперативный Дергач ему поможет в этом. Есть. Спасибо, товарищ полковник, я вас не подведу. Все, в атаку. Учислятия к кассиру звонил. Ну, что там? Ну, погоди, не так быстро. Угу. Входящей номер принадлежит Горюнову Илье Валерьевичу. Вот адрес. Отлично. Ну, теперь я как следователь командую, а ты должен выполнять мои приказы, как опер. Но только если они не будут противоречить моим моральным принципам. Погнали на адрес. Есть, гражданин начальник. Как вы венчаться будете? В смысле? Ну, что в смысле, он еврей, а ты христианка. Хватит. У нас светское общество, мы просто распишемся и все. Мы с тобой не светские, понял? Вика, это правда? Добрый вечер, Елена Васильевна. Я была молодая, мне нужны были деньги. Я серьезно. Ну, так и они серьезно, Лен. Нет, я против. Сначала нужно образование получить. Одну другому не мешает. Все, пошли. Сейчас не каменный век, и нам не нужно благословения родителей. Да. Вика, мы не договорили. А я договорила. Вика! Видимо, я совсем не потерпешь, если за еврея собралась. Ну, хоть не негр, да, Котя? Подождите, я думала, что она шутит. Ой, как время летит. А вы как думали? Она всю жизнь маленькой будет, а? Кстати, вы себя вспомните. Вы сколько замуж выскочили, а? Тогда было другое время. Памеч EUH Ужас Ужас ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дверь открыт. А что, достой? Подожди. Хозяева? Друг, что ли? Эй. Да? А, все нормально, бухой. Вставай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, такое кровь, что ли? Да нет, походу, это он куклой испачкался. Какой куклой? Ну, в банках, когда деньги упаковывают, пачку такую закладывают, когда открываешь, она типа взрывается, и все, краской забрызгивает. что делать, есть салфетка? Да бесполезно. Теперь неделю не отмоешь. Офигеть. Ладно. Так, ну, что тут? Видимо, он забрал сумку, кассирша ее сброшил. Да? Похоже на то. Эй. Вставай. Он когда очнется, скажи, что ты его пытал. А, точно. Нам нужно уже выйти отсюда, как будто нас не было, и вернуться с понятыми, чтобы все по правилам там обыскать. Танюшка, ты руку свою никому не показывай, а то с участником пойдешь. Танюшка, ты руку свою никому не показываешь. Спасибо. На здоровье. О, с утра бухаешь? А это и от нервов. И вообще-то мне больше не жена. Хочу и пью. Эй, эй, это не тебе. Зайчик, что мы... Зайчик. А вам хорош лаяться. Вы лучше думайте, что с малой делать. А если я вам скажу, как расстроить их свадьбу? Дашь? Дам. И еще куплю. Ну? Вы же полицейский. Вот и докажи тебе, Викусе, что ее жених законченный извращенец. Я вот пробивал по базе, он чистый. А мне рассказывать мусорам, как дела фабрикуются. Не-не-не, Тарас, так нельзя. По-моему, идеи хорошие. Не, ну, если мы больше ничего не можем придумать, можно попробовать? Конечно, можно. Субтитры добавил DimaTorzok. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Товарищ подволковник, мне сегодня в суд надо ехать. Я помню. Пешком найдешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А, так... Иди, иди. Есть. Доброта. Давайте, быстрее заходите. Ну что, давайте-ка для начала послушаем надежду земли нашей круглой. Он мне уже по телефону доложил, что мокруху раскрыл. Мне просто интересно, как. Я пробил данные того, кто звонил за минуту до передачи денег старшей кассиру Девятаевой. И мы с Дергачем выехали в адрес. И при понятых, естественно, обнаружили там гражданина Горюнова в состоянии алкогольного опьянения, несовместимым с сознанием. Ну, как завернул. Ну? Так вот, Горюнов был испачкан несмываемой банковской краской из куклы. Также обнаружили 8 тысяч долларов. Из-за обменника мы установили по номерам с купер. И вот еще в сумке парик. Очки у свинок. Вот. Деньги. А где алкаш-то? Так в камере. Отсыпается. Я хотел его потом допросить. Молоток. А сколько всего денег из обменника пропало? Согласно проведенной ревизии 147 тысяч долларов. Но при обыске в квартире Горюнова мы их не обнаружили. Ясно. Да. Ну, главное, что мокрушника задержали. Согласен. Ну что? Давайте-ка все вместе поздравим Родзянка с первым раскрытием самостоятельным. А? Держи. С каких-то пор ты стала левшой-то? Да я просто случайно в банковской краске испачкал руку. Молодец. Хорошая отмазка. Ладно. Прохрщиков, что у нас там по коммерческому офису? Пока глухо. А у меня есть идея по этому поводу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я слушаю. Да, пусть войдет. Там уж убитый кассирша приехал. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня дочь пропала. И Сотова ее не отвечает. А когда пропала? Еще вчера. Она из школы не пришла. Она раньше никогда не сбегала. Она послушная у меня. Ей всего 12. А почему только сегодня пришли? Да, понимаете, я вчера после опознания в морге напился с горя. А когда домой приехал, мама сказала, что Полины нет. Она думала, что она со мной. Так, Дергач, Роденко, займитесь. Да, хорошо. Пойдемте в кабинет. Я уже всех подруг и обошел по соседству. Даже в школу к ней собирался, когда занятия начнутся. Ну, пишите заявление, указывайте свой номер, ее номер и номер школы. Хорошо. А где писать? Вот, в свободной форме. Ну что, бери санкции для сотовых операторов. Надо запеленговать телефон девочке. Я пока ее в школу сгоняю. Да, я как раз это и хотел приказать. Если засекут, я могу не сразу звонить. Господи, за что ж мне все это крепить ради дочки? Что-то в этом деле не чисто. А может, девочку избивали? Может. Поэтому давай дуй, да прости ее бабушку и соседей. А я в школу. Ага. Так, Горенов, все улики против тебя есть. Так что, если хочешь по-хорошему срок себе скостить, давай кипиши явку с повинной. Да не помню я ничего. Ну, только не надо мне тут на амнезию косить. Сумасшедших убийств-то не отпускают. А держат в тюремной психушке. Да нехерозья меня похмелит. И не ори ты как губы. Как макитар раскалывается. Ладно. Не хочешь, значит, по-хорошему. Ну, и что? Будет только хуже. Вставай. Я хотел бы побеседовать с подругами Полины Девятаевой. Да, конечно. Ужас какой. Представляю, каково ее отцу. Одну минуточку. Здравствуйте. Здравствуйте. Это лучшие подруги. Нина и Света. Проходи, девчонки. Присаживайтесь. Скажите, а вы не знаете, где сейчас Полина Девятаева? Не знаю. А какой дорогой она из школы ходит? Через парк. Мы с ней вместе ходим. А вчера вы тоже вместе домой шли? Нет. Я вчера у врача была. А сколько вчера уроков было? Пять. А во сколько пятый урок заканчивается? В четырнадцать десять. Ага. То есть вы не знаете, где сейчас Полина. Хорошо. Не буду вас больше задерживать. Вам, наверное, на урок надо... Спасибо. Во сколько заканчивается пятый урок? В четырнадцать десять. Спасибо. Витя, шапку нацепи. Да нет. Те Девятаевы хорошие. Дружные такие. Так что плохого не скажу. Шапку нацепи, я сказала. А то сейчас дяде полицейскому пожалуюсь, он тебя заарестует. Ну, что мне с ним делать, а? Ведь заболеет же. А он читать умеет? Конечно, он нас умный. Ну, у меня есть одно средство. Какой? А вы ему на лбу неприличное слово напишите. Уж какую ерунду ты несешь? Ну, действительно. Такой молодой, а уже дурак. Да это шутка. И вы ему шапку не одеваете, он же в спатье. Ладно, спасибо за информацию. До свидания. Точно пишут. В полиции одни только полудурки остались. Ой, не говори. Витя, шапку надень, я сказала. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Да. Да вот как раз иду по маршруту девочки, которым она из школы ходит. Сотовый оператор как раз засюг ее телефон в парке. Аппарат работает, сигнал подает. Тогда набирай ее номер, буду слушать. Вдруг по звуку найду. Все, понял. Давай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ладно, нахуй. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, есть, нашел. Ага. Потом подвезу. Сейчас буду ждать по ПЭСКОМ. Да потому что надо здесь все прочесать. Вдруг ее убили и спрятали где-нибудь. Да, все, на связи. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Разрешите? Излагай. Нашли телефон в парке Полины Девятаевой, а ее само не нашли. Ну так ищите. Да, конечно, будем искать. Слушайте, я тут подумал, а что если этого алкаша Горюнова подставили? А исчезновение девочки связано с убийством матери и пропажей денег из обменника. Ну, мне так кажется. Сосунь, свое кажется знаешь куда? Потому что нам тут глухари не нужны. И, короче, расклад такой. Против этого Горюнова очень много улик. Поэтому убийца-кассира он. Ее побег из дома выведи в отдельное производство. Просто объяви в розыск. И не спорь, если не хочешь вернуться в архивные дела. Все, давай, в атаку. Я понял. Я понял. Я понял. Я понял. что-то не пропагандирует. Я понял, что-то еще не заполняет. Далее. Ну, я понял, что-то. Не понял. Ты что, больше всех надо? Мокруху раскрыл, все. Дальше выполняй приказ начальства. Свободен. Ну да, ты прав. Больше не дам. Самому жрать нечего. Воробьев, я тебя прибью. Работает человек, хватит. Дай мне ее. Нет ее здесь. Но все равно надо кинолога с собакой вызывать. Короче, Петро, поезжай к отцу девочки. Возьми какую-нибудь ее вещь из одежды. Так уже сутки прошли. Собака, а след мне возьмет. Здесь в парке, может, и возьмет. Давай. Ладно. Только быстро. Ага. Я не понимаю, зачем это Вике надо? Но ведь она же его не любит. И правильно. Еще забеременеет, потом разведется, будет одна нянчить ребенка. Загубит себе жизнь. И каркай. Я открою. Угу. Интересно, кого там принесло. Сейчас узнаем. Лен, к тебе. Извините за вторжение. Елена Васильевна, можно поговорить с вами? Ну, хорошо. Ну, когда надо, поговорим. На кухню пойдем. Ты чай будешь? Нет, спасибо. Не будешь? Ну, рассказывай. Че? Че случилось? Елена Васильевна, подполковник Горлицкий сказал назначить крайним алкаша. Ну, нашли все улики, что он убил и ограбил Девятаеву, кассиршу. Ну, мне кажется, что тут нужно немножко глубже копнуть, потому что пропала дочка Девятаевой. Ей всего 12 лет. Вдруг ее похитили. Я думаю, что не просто так. Вить, ну я так не могу разобраться сходу-то. Мне нужно уголовное дело. Там же, сам говоришь, улики и прочее. Ну, я знаю, что вы так скажете. Я, да, я это, я принес. Уголовное дело? Да. То есть ты ослушался приказа Горлицкого и пошел на должностное нарушение, да? И таскался с делом по всему городу. Молодец. Ну, ребенок же пропал. Ну, это понятно. Давай садись, мы будем разбираться. Опять мяса ни хрена нет. Ну, скажи, зачем мы служим, если даже себе обед нормальный позволить не можем? Не в нормальном обеде счастье. А в чем? Как добиться в жизни успеха? Я серьезно? Серьезно? Ну, если серьезно, Петро, то секрет жизненного успеха это честность и порядочность. А я не знал, что ты идеалист. Я реалист. Если бы у нас так было, то общество было бы здорово. Да. Нет, девочку не нашли. Да мы перекусить отошли. Да вы уже весь день где-то шляетесь. Ну-ка, быстро в отдел. Дань. Я уверена, что Горюнова подставили. Да хватит меня стучать! А вообще, следитель Федорешина, раз сегодня выходная, покиньте кабинет. А, ну раз я сегодня выходная, то могу не соблюдать субординацию. Миш, ты что, охренел, что ли? Ты про ребенка забыл? Тебе лишь бы дело закрыть и перед начальством отчитаться. Ты что себе позволяешь-то? А ты давай это прекращай, иначе я уволюсь, ясно? Вот вы все бабы одинаковые. Чуть что, сразу шантаж. А ты мне еще попляшешь. А я-то что, я хотел как лучше? Ну, хоть какие-то предпосылки есть к расследованию? А для чего я здесь, по-твоему? Я вообще думал, чтобы меня увидеть. Давай, зови эксперта. Вот вечно ты так. Я уже и переду право, и отчитался. Так что себе не какой-то там поход в ресторан, а целая поездка на дачу. Миш, у меня сейчас голова вообще кругом идет. У меня там Вика чудит. Замуж собралась. Да уж. Че, без меня прям никак? Привет. Привет, Маш. Что там с анализом крови Горюнова? А, ну у него в крови, помимо алкоголя, еще снотворное обнаружили. Значит, все сходится. Что сходится? В обменнике не всегда бывает сумма в 150 тысяч долларов. Ее нужно предварительно заказывать. Думаешь, навели свои же? Думаю, охранник. Ну, тогда его, значит, подставили и поели. Похитили дочку-кассирши, позвонили ей и сообщили с телефона Горюнова. Она взяла и вынесла деньги на улицу и отдала их похитителю. То есть девочку все-таки похитили? И убили, когда деньгами завладели. Не факт, но вероятно. То есть, если просто позвонили кассиру и сообщили по телефону про хищение, вряд ли она могла бы поверить словам и вынести деньги на улицу. Ну, и на ее телефон был только один звонок от Горюнова. Да, и никаких сообщений там не приходило с фото похищенной дочки. Вызывали? Нет, но заходите. Так, а зачем мы тогда обед прервали? Так, ну все, не гунди, а? У нас есть санкции, поедем в обменник. Хочу посмотреть записи с камеры. Так это, сервер с записями находится в центральном офисе. Давай, Петь, значит. Дуй в центральный офис, смотри записи, нас интересует. До обеда кто-нибудь подходил к кассирше, показывал ей фото похищенной дочки? Давай. Есть. Лена, ты что сама-то не поедешь? А я поеду прессовать кое-кого. Ну, если прессовать, то я помогу. Хорошо. И я. Ну, давайте. А вы ждите нашего звонка. Ну, я свободна, да? Угу. Потом анекдот такой расскажу классный. Какой? Вообще, сумерзкий просто. Да? Да. Ну, ладно. Хорошо, а что там по делу с полуметодорами? Мы так торвали все. Да? Так куда едем? Погоди, Семенович. Елена Васильевна, вы уверены, что девочку убили? Не уверена. Скорее всего, если похитители деньги получили, а девчонку не вернули. Петь, если на записях ничего интересного нет, езжай сразу к дому Горюнова. Там камеры поищи. Может, выясним, кто его домой доставил. Понял. Семенович, а подбросьте два квартала, я там через дворы быстрее буду. Поехали, Семенович. А ты вообще заметил, как из меня Федориш на веревке бьет? А вы меня соблазните? Что? Зачем? Ну, как-то, чтобы был повод для ревности. Ты тоже скажешь. Она что-то мужа из-за измены бросила. Ну, так то муж, а вам можно. Ну, так что, согрешим? М? В атаку? Казмин, ты что? Да я пошутила. Шуточки у тебя. Есть у вас такая семья? Здравствуйте. Добрый вечер. Снова к нам? Да. Выйдите, пожалуйста. Что значит выйдите? Я еще не закончил. Вам же сказали. Покиньте, пожалуйста, помещение. Девушки, а вы будьте добры, выйдите в зол. Хорошо. Нам известно, что один из вас – наводчик. Чистосердечное признание смягчит вину. Ах, вы ж падлы. Стоять! Руки! Зачем? Витек. Ну, его же допросить надо было, ты ему шею сломал. Да я на автомате, он пистолет достал. Ладно, молодец. Дай мне его сотовый. Ну вот, преступник, из-за которого убили вашу коллегу. И похитили ее дочку. Хотя вряд ли он своим подельником звонил со своего номера. Да, Петь, слушаю. Елена Васильевна, я просмотрел запись внутри обменника. Хотите подъехать посмотреть? Некогда смотреть. Ты точное время, когда клиент был в обменнике, запомнил? В общем, в 13.32 к окошку-кассиршу подошел клиент. Он показал экран телефона. Но лица не было видно. Я сделаю копию записи. Позже можно будет увеличить. Нет, нам помогать не нужно в отдел ежей. Вчера в 13.32 здесь был преступник. Он попал под камеры видеонаблюдения. Но, к сожалению, лица не видно. Мы в тупике. Елена Васильевна, можете выйти на улицу с девушками. Его в сознание приведу. Поговорю. Попробуй. Девушки, пойдемте со мной. Будьте так добры. А разве не нужно скорую вызвать? Я сам врач. Ладно. Ты хоть понимаешь, что эти бабы свидетели, если он от твоего вмешательства умрет, ты сядешь? Понимаю. Если хочешь, можешь тоже идти. Сейчас. Давай. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Где твой подельник и девочка? Да пошел ты, мусор. Чтоб я себе срок наболтал, подельников сдавая? Ты это зря. Тебе как наводчику много не дадут. А вот я могу тебе жизнь подпортить. Я бывший борец. Я сейчас легко сломаю тебе шею. Жить ты, конечно, будешь, а я двигаться вряд ли. Тихо, тихо. Я тормози скажу. Короче, он у меня в телефоне. Записан как Людочка. Ну, а где он, я не знаю. Ну, ладно. Смотри, если соврал, я тебя в любом месте достану, понял? Да понял. Пусти. Ладно, давай скоро вызывай. И в больничку его. Тихо, тихо, лежи, тихо, лежи. У наводчика в телефоне контакт Людочка. Так он записал подельника. Я думаю, аппарат включен. Поняла. Девушки, вы свободны? Можете идти к тебе. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Алло, Миш, слушай. Я тебе смс-кой номер телефона убийцы-кассира скинула. Пробег Дейва Сотовой. Нет, группу захвата вызывать не надо. Там может быть девочка. Попробуем сами справиться. Да, жду. Думаете, она жива? Надеюсь. Он же ее мамку запросто зарезал. Мог и девочку тобой. Да не каркай, Семенович. О, слушай. В общем, Сотовый принадлежит Елисееву Олегу Петровичу. Проживает по адресу Мира 5. Сигнал идет оттуда же. Это частный сектор. Здесь недалеко. Поедем туда. Лена, я запрещаю. Дождитесь нас. Да, поняла. Тебе отбой. Срочно вызывай группу захвата. И живо за мной. Понял. Что делать будем? Сориентируемся на месте. Поехали, Семенович. Понял. Поехали. 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 Всем соваться нельзя. А что делать будем? Ты пойдешь с другой стороны дома. Я возьму на себя хозяина. Скажу, письмо с почты принесла. Ага. Но на женщину у него подозрения не должно возникнуть. Ну, а дальше вы вырываетесь. Отличный план. Ведь только он мне нужен в сознании. Чтоб рассказал, что с ребенком. Ты без проблем. Я табельное не взял. У меня есть ствол. Да. Ладно. Семенович, ты меня прикрываешь. Ну, сбоку. Кто там? Вам письмо с почты. Что за письмо-то? Руки. Шухер! Семенович, наручники. А я в дом. Просила же, чтоб он в сознании не был. Семенович, наручники. Опять-то свидетеля вырубил. Вы как? Похоже, руку сломал. Семенович, жив. Все остыла за на месте! Свои! Ты прямо, ты наверх! Миша, здорово! Лена, нельзя же так! Ты как? Кажется! Саша, сбегай за аптечкой. Сейчас. Витя, где девочка? Не знаю. Ты Полина Девятая? Да. Чисто. Пожалуйста, отведите меня домой. Поехали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чего-то я хватку потерял. Да раньше бы я этого макушника... Видать, на пенсию пора. Ну ты что, Семенович, ты у нас все уго-го. Мам, ну ты совсем с ума сошла? Алинка, ты вообще... Я с Викой согласен. Нам ваша эксперт все рассказала. Она сильно преувеличила. Конечно. Здорово. Правильно вы ее ругаете. Он же в одиночку на убийц бросается. А значит, мы с Родзянкой уже не все. Хватит, я ворчу. Мы с тобой дома поговорим. О, здрасте. Ну ты как? Мама, это кто? Да нормально. А это наш герой. Вот, Витя. Немедленно вернитесь на перевязку. Вас потом отведут в палату. Ты и так пойдет. Ладно, я пошел. Давай. А давайте я вам помогу? Давайте. Вот и хорошо. Обалдеть. Мы тут сидим, переживаем. А он девок клеит. Ладно. Ты выражение выбирай, когда про мою дочь говоришь. Да, ну и все. Извини в обиду. Я не про твою дочь, а еще про Родзянки. Я думаю, свадьбы не будет. По крайней мере, с Юрой. Да это качок вдвое старше Вики. Да куда ты? Всего на шесть лет. А главное, он парень. Хороший. Вот с этим я согласна. Да. Ну да? Ну что, можем идти? Раз так все хорошо закончилось. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так. Привет. 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 А что случилось-то? Короче, приезжаю с работы, а тут соседский ребенок бегает. Понес его к родителям, захожу, там все в кровище, и нет никого. А ребенок где сейчас? Сейчас. Ждите здесь, извините, мне не умолчить. Ну-ну. Что-то у нас странный такой, не извините даже. Чем-то расстроен явно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Держи. Аккуратно. Адрес бабушки. Давай! Молодец. Я поехал. Так, ждите меня. Угу. Куда? Вера. Да, так не слабо. Ну, если эта кровь вылилась из двух человек, то вряд ли они выжили. Лен, команда? Ну, раз ты Папаску отпустил, будешь за опера. Я там заметила видеокамеры. Запроси запись и опроси консьержа. Хорошо. Да. Так, помимо лужи крови на диване и на полу, также есть капли на стенах. Что получается? Размахивали орудием преступления? Возможно, ножом? Да, а также есть следы волочения к дверям по коридору. А, возможно, здесь труп упаковывали в какие-то плотные пакеты? Да, Миш. Да, сейчас буду. Маш, заканчивай здесь, я к начальнику спущусь. Окей. Здрасте. Привет, Лен. Угу. Павел, перемотай меня. Я бы на это и внимания не обратил. Ну, мало ли, что несут. Слушай, Павлович, ничего, на пожарной лестнице камера нет, что ли? Так она почти все время закрыта. А почему такое качество плохое? Действительно. Такие денжищи платим? Виноват. Но это не ко мне. Да это не к вам претензии-то, я в целом. Миш, нужно жильцов опросить. Может, что-то кто-то видел. Я эксперта на стоянку пошлю, сама найду понятых и проведу обыск в квартире. Только жильцы здесь все на понтах. Их не то, что в понятые. Разговаривать сложно. Ну, ты постарайся. Тебя здесь все знают. Толку-то? Я навел справки. Мама мальчика, Алена Сергеевна Меркушина, безработная. Ну, домохозяйка была. А папа, Владислав Алексеевич Меркушин, бизнесмен. А в фирме Галлафарм. Да ты что? Молодец. Только ты зря старался. Я это выяснил, еще когда бабушку искал. Камеры записи в вашем подъезде очень плохие. Трудно что-либо разобрать. Нельзя утверждать, что тащили именно тела. Ну, что же они еще тащили? Не ковры же. Маша, может, ты что-то умное скажешь? Естественно. Значит, молекулярно-генетическая экспертиза установила, что найденная кровь в квартире Меркушиных принадлежит двум лицам. Мужского и женского пола. Образцы сравнили с ДНК родственников. В частности, это с мамой, пропавшей Меркушиной, из ДНК мальчика. Сравнительный анализ показал, что кровь в квартире принадлежит семье Меркушиных. А там кровище было на полу и диване не менее трех литров. Я могу предположить, что в машину тащили уже мертвые тела этих семей Меркушиных. Ну, пока мы не найдем тела, ничего утверждать нельзя. Лена сказал, что я могу предположить. Я утром опросил соседей, никто ничего не слышал. Все было тихо и спокойно. И здесь семья, кстати, говоря о Меркушиной, была благополучной. Странное дело. Гениальное наблюдение. Ну, что ты сидишь-то, Лен? А что? Командуй! Хорошо, тогда сделаем так. Дергач поедет в фирму, где работал глава семейства. По ПЭСКу допрашивает родственников и знакомых Меркушиных. Я опрошу бабушку. Я поехал. Давай. Я слушаю. Так, понятно. Пусть сидит там, ждет. В лесу обнаружили марку такой же машины, как у Владислава Меркушиного. Тогда мы поедем туда. Давай, Маш, Петь, со мной. Вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Жди здесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот, держи. Держи. Только патронов всего два. Зато не на медведя. Этот карамулитук хоть стреляет? Обижаешь. Конечно, стреляет. Я сам все равно палил по мишеням. Поэтому и патроны закончились. Ладно, сколько? 500 баксов. Сколько? Ты за такие деньги автомат купил, да? Да ладно, ладно. Бери за 300. Но дешевле не отдам. Ладно. Только если он не палит, а я после проверю, деньги вернешь. Да не вопрос. Да не вопрос. Слушай, я спросить хотел. А зачем тебе пушка? Да одного года хочу убрать. Или измениться. Пока не решил. Ты только запомни. Если тебя вдруг примут, ты меня не знаешь. Понял? Будь. СИГНАЛ Я, значит, обход совершал. Когда гляжу, машина стоит. Ну, я, значит, подошел к никому. Покричал он немного, а походил кругом. Не души. Ну, вот тогда я и позвонил, куда следует. Маш, ну что там? Так, ну, с автомобиля сняты номера и купили бы опознавательные знаки. Внутри машина вычищена до блеска. Кстати, нет резиновых ковриков. Также нет ни ключей, ни документов, ни телефона, ничего нет. И странно, что она открыта стоит. Просвети еще на кровь. Возможно, два тела закопали поблизости. И он как. Ну, раз такое дело, тогда я похожу вокруг, ну, поищу свежий земляный куб. Да. И в овраги загляну. Хорошо, давайте. А мы потом кинолога с собакой пришлем. Ну, тогда я не прощаюсь. Угу. Спасибо. Ну, в общем, те, кто приехали сюда на этой машине, явно ушли отсюда пешком, а не уехали на другой тачке. Только их следы точно на шоссе оборвутся. Значит так, в багажнике на сиденье обнаружены микробрызги крови. Так что хорошо бы эту машину к нам пригнать, чтобы я смогла сделать сравнительный анализ, кровь ли это, Меркушина. Такого покрова. Хрен объяснишь, как сюда добраться. А если ты объяснишь, мы же его до вечера ждать будем. Ну, а что делать? Как, что делать? Что делать? А он, пусть Петя, сядет за руль этой машины, а я его билоксировать буду. Он, конечно, прекрасный, но как мы это без ключей сделаем? Вот ты, Валенок, есть один старый, дедовский, ментозкий метод. Я сейчас покажу, а ты давай дуй. Погай, дай. Трос. Сейчас. Ну, если дедовский, то хорошо. Плохи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да. Здравия желаю. Здорово. Приветствую. О, а ты умный, откуда нам на голову свалился? Да, я тут. Он же экономические преступления расследует. А я, когда на фирме Меркушина ссунулся, выяснилось, что там директор их сейчас под следствием. А сам Владислав Меркушин проходит основное свидетельство по его уголовному делу. Ну а где этот директор фирмы-то? Михайловский его фамилию, он под подпиской не вывезди. Скорее всего, дома. Он предоставил справки о плохом здоровье. Ну и дело не макруха, вы решили, пока его до суда не закрывать. Так, звони, давай, Федоришина, пускай он сразу из леса едет к Михайловскому. И ищите улики, чтобы раскололся. Наверняка он семью Меркуршиных убил. Есть. А ты давай готовь сразу копию уголовного дела на этого Михайловского. Я санкции подпишу. Сделаю. Так что, думаешь, Федоришина Меркурши намочканули? Ну, хоть так. Гарство. Значит, в суде его показания не примут, раз он их сам не озвучит. Слушай, кому сейчас легко? Ладно, будь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, слушаю. Ну, пускай проходит. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте. Я Заславская. Бабушка Вадика. Мы с вами беседовали по телефону. Да-да-да, мне дежурный уже доложил. Что же вы сами-то к вам прислали следователя? Спасибо. Ничего-ничего. С Вадиком подруга сидит. А я пришла узнать, как вы ищете дочку мою взять. Да, вот вы по телефону просили. Это список наших знакомых. Вы еще говорили родственников, но, к сожалению, у нас их нет. Спасибо. Поверьте, этим делом занимаются наши лучшие силы. А как там мальчик, кстати, Вадик, кажется? Да. Вспоминает, что Манида смотрел у вас мультики. Ну, и спрашивает про маму. Про маму. Ч-ч-ч-ч. Вот, попейте. Спасибо. Спасибо. Я покрашу вас, пожалуйста. Ищите меня. Умоляю. Поверьте, приложим все усилия. Ищите меня. Простите, простите. Да ничего. Всего хорошего. До свидания. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Поешь давай. Давай. Виколь, а не пора ли подумать о свадебном платье? Нет, не пора. Ты что, передумала? Нет, не передумала. Просто это пережитки прошлого. Мне еще фату предложите в знак моей непорочности. А что вы там плохого? А что хорошего? Просто выбрось денег. Если мы с Витей и поженимся, то просто сходим и распишемся в ЗАГСе. Это не комильфо без торжественной свадьбы. Зато сэкономим денег. И съедем нормально, отдохнем в какое-нибудь путешествие. Какая ты прагматичная. Ну, какая есть. Уже не переделаешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Маш, поторопись, пожалуйста. Буду стараться. Выходим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Извини, Миш. Проходи. Что-то задремал. Я доложить хотела. Давай. При обыске в доме Михайловского обнаружили его охотничьи штаны и куртку с брызгами крови. Ждем экспертизу. Значит, если выяснится, что это кровь не животных, а супругов Меркушина, тут же предъявляю обвинение. Угу. А сам-то он что говорит? В отказ идет. Ну, жалуется на здоровье. Мы ему скорую вызывали. И что, врач сказал? Сказал, что здоровье не идеальное. Ну, ничего критического. Сейчас он в камере. Все, давай кали его. Давай подождем. Там Дергач думает, как ему легче расколоть. Дергач думает? Да это целое событие просто. Угу. Здоров. Ты прямо гений маскировки. А что? Я так подхалтуриваю. Жить-то на что-то надо. Садись. Ну, поехали, шеф. Давай. Короче. Что там? Дело такое. Надо срочно к одному оперцу в камеру просесть. Он, по ходу, семейную пару заказал. Надо выяснить, кто исполнитель. А давай в понедельник. Я это... Посад к выходным хорошо тут подхалтуриваю. Ты оборзел точно. Я же тебе говорю, срочно. В общем, ладно. Вот такое дело. Попрошу у начальника премию. Все тебе отдам. Помогайте. Э, ты фильтруй-то базар. Ну, давай свои инструкции, как правдоподобно в камеру попасть. Слова-то какие знают. Правдоподобные. Тормози. Короче, паркуешь лимузин и через час погребай к нашему отделу. Так. Выпей немного, немного для запаха. Хорошо. Там будет стоять возле отдела наш оперативник. По поиску его фамилии. И свидетель. Ну, дальше ему за трещину, он тебя в камеру закроет. А как это вы его в поиску узнают? Этот вы их ментов видел? А вот по фамилии их не различают. Ну, во-первых, он там будет стоять и ждать. Так. А во-вторых, у него рожа самая тупорылая. Ну, если тупорылая, ладно, помогу. Через час не опознаю. Хорошо. Так, ну все, свободен. Чего стоишь? Машка может пирожок? Ну, если вас еще не уволили, то пожалуйста. Да не дождетесь. И что там? Ну что, в целом нормально так. Вообще праздника хочется. Я не об этом. Что по делу, Меркушинов? Господи, у вас эти переходы не усыдишь. Вы только не заводитесь. В общем, на одежде Михайловского обнаружены микрообрызги крови. И эта кровь принадлежит Меркушиным. Ну все, попался, Патяна. Лен, Маша установила, что кровь на одежде Михайловского принадлежит супругам Меркушиным. Давай, подвигай обвинения. Миш, подожди. Я знаю такой тип обвиняемых. Он до конца будет молчать. Давай дождемся, пока Дергач вытащит из него имена исполнителей. Что, думаешь, у него были подельники? Ну я уверена, что он один бы не справился. На камерах из твоего дома видно, что тела тащили двое. А судя по состоянию его здоровья, он не смог бы тягать трупы из дома на парковку подземную. Не твари вообще, конечно. Убить родителей, пока пацан в другой комнате спал. Согласна. Слушай, пойдем, Маша, в ресторан, надоели эти перекусы. Миш, ну я ж на диете. А я нет. Поэтому целый час ты здесь застаршил. Ты что в мою машину трешься? Угнать хочешь? Никак нет, я просто человека, что ли. Вам чего? Ты чего, начальник, не узнал, что ли? Хренов. Чего? Подожди, ты же не узнал меня! Товарищ подполковник, я вам все объясню! Майор, твои стукачи совсем, что ли, уже обордели? Я ж вам все объясню. Товарищ подполковник, простите, это кто бы ему натурально в камеру подсесть? Он просто ошибся. Да ошибся, ты же сказал, будто я тупорыл. Жало, товарищ! Не будет результата, пеняйте на себя. Ты что, совсем же не дебил? Так значит, ты меня тупорыл описываешь? Вот только ты вот не начинай, а! Да сам ты дурак! Все, давай в камеру. Зашел. Стой! Привет, братве! Добрый день! Ты чего? Козырный, что ли? Ты по какой статье заехал? Что, простите? Я говорю, по какой статье сидишь? А то, может, ты за малолетку, а я с тобой тут базарю. Представляете, я вот был под следствием захищения в особо крупных. А сейчас еще из-за двойного убийства задержали, а? Как вам? Да ты что? А по виду не скажешь. Ну, уважуха тебя, братан, за такие тяжелые статьи. Да ладно, спасибо. О! Михайловский? Ну и что? Через плечо. Кстати! Имя, отчество. Леонид Евгеньевич. Тебе передачка. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так, а чего тут? Что тут у нас? А у нас ананас. Это будет... Брашка. Сок. Не угадал. Жаль. Так. Я не понял, а чего они все покромсали, а? Оружие искали, наркотики, записочки всякие. Кстати, угощайтесь, угощайтесь. Не стесняйтесь. Спасибо, братан. О, с сигаретой. О, зачет. Угощайся, угощайся. Что тут у нас? Слушай, зачетный ты пассажир. Да уж. Только уведи себя поборзее. Статьи у тебя авторитетные. Спасибо. Так ты говоришь, двойную мокруху заделал? Да уж, заделал. СТУК Держи. Ну, чего? Чай, не водка, не чергайся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Я могу вам чем-то помочь? Да. Мне бы игрушку. А на какой возраст? Да откуда я знаю? То есть как? Мужчина, так вы не конкретный подарок ищете, чтобы любого ребенка подманить? Вы телевизор поменьше смотрите. Извините. Извините. Кать, пойдем. Подманить. Мне примерно вот такой вот возраст. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот. Вот. А, нет, там мальчик. А. О, пацаны! А какая тут самая лучшая машина? Вот эта. Точно. Давайте вот эта вот. Всем привет. Привет, Сергеич. По делу? Да, мне бы Елену Васильевну Федоришину. Это не она? Очень смешно. Дальше по коридору и направо. Она в отдельном кабинете. Она же у нас сейчас большая шишка. Ну, потому что у нас начальником... Слышь, ты! Заткнись! Ты что, с ума сошел? Я тебя предупреждал, чтобы ты язык за зубами держал. В следующий раз кину стулом, понял? Я тебя как кину сейчас? Да так тихо! Успокоились, сели! Да что, мужики? Все как дети-то! Раскомандовались тут. Весело тут у вас? Ну да. Бывает. Морчел! 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 Иди сюда! Иди сюда! Не убегай! Ай! Кота напугали! Козлы! Да! Добрый день, Елена Васильевна! Здравствуйте! А вы кто? Следователь Минаев. Веду дело Михайловского. Хищен. Ага. Просто подполковник Кагарлицкий подписал санкции у прокурора. Я вам принес копию уголовного дела. Угу. Спасибо большое. А если в двух словах, вы там ничего странного не заметили? Да нет. Обычная кража после выделения фирмы бюджетных денег на строительство объекта. Разве что у Михайловского собственности совсем никакой нет. Коттедж и тот арендован. Ну, это как раз нормально, когда глава фирмы планирует миллионные хищения. Присаживайтесь, поговорим. Там Михайловский в камере умер. Твою же мать. Ну что? За все бесполезно. Он умер. Что здесь было? Да ничего, он поднялся, за сердце схватил и упал. Я же ему говорил, он справки о плохом здоровье предоставил. Поэтому находился под подпиской. Она все не раскроет, мать Макрухи. Я его дело почти до суда довел. Все зря. Выходит. Он рассказал про подельника? Не успел. Сказал, что-то он убил. Лин, я же тебе говорил, допрашивай его, пока не поздно. Я не ожидала. Мы же ему скорую вызывали. Врач сказал, все нормально с ним. Да что они знают в этой скорой? Да. Ну что, узнал что-нибудь твой стукач? Не успел. Но Михайловский подтвердил, что заказал двойное убийство. Товарищ подполковник, я стукача выгоняю. Вы же не будете на него заявление подавать, что он вас в руку поднял? Ты мне еще раз напомнишь, я тебя лично уволю. Понял. Выгоняй его давай. Есть. Так мы не узнаем имена исполнителей. Лин, давай сделаем так. Оформим, что дело раскрыто. И организатором был Михайловский. А исполнитель не найден. И все, закрываю. Из-за смерти обвиняемого. Хорошо, так и сделаю. А ты чего такой потерянный? Мальчик, это-то с головы не идет. Даже так? Давай прямо сейчас его навестим? Давай. Все равно его бабушку нужно допросить еще раз. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот ты меня втравил. Перед начальством засветил. Еще закамерник скопытился. Это вообще плохая примета. Слушай, что там валия? Не до тебя сейчас. Ну и пойду. Иди-иди. Искать еще будешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что, в провожа ты набиваешься? Ты особо не набивайся. Здесь есть кого провожать. Желаю удачи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Зачем ты так? А пусть смириться с поражением. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, ты-то тоже не очень обольщайся. Да в смысле? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В смысле? Довезешь и домой поедешь. Лен, что ты меня постоянно облавываешь? Вот сейчас знаешь, что должна сказать? Не обольщайся. Выходи за меня. Я подумаю. Это у тебя такой вежливый отказ? Нет, Мишенька. В данной ситуации женщина должна подумать. А после того, что мой бывший учудил, мне вообще надо голову как-то в порядок привести. Еще Вика замуж собралась за Родзянка. Надо ему, кстати, в нечередное звание присвоить, чтобы побольше получал. Не-не-не-не. Пусть он сам заслужит. А то потом скажет, что я через тебя зятя продвигаю. Ну, да кто узнает этот день? Не-не-не, не надо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А вот это надо обжарить сначала. Вика жареная не любит. Хорошо, давай тогда через сорок минут. Пока. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Куда это ты на ночь глядя намылилась? С Витей в кино. Он, между прочим, у мамы разрешение спросил. М-м-м. Какой шарман. М-м. Только тут три или. Или он действительно такой хороший, или он дурак старомодный, или строит из себя правильного. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ничего он не строит. Нет, ну вот можно с ним говорить? По-моему, переходной возраст затянулся. Да, вот во Франции переходной возраст. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Какой ты заботливый. Ребенку игрушку купил, не ожидал. Еще много обо мне не знаешь. Проходите, проходите, пожалуйста. Да мы ненадолго. Извините, что мы без предупреждения. Вот, мальчику подарок привезли. А где мальчик-то? Он у родственников. Просто я со всеми этими хлопотами, ну, сами понимаете. Понятно. Вот, возьмите, передайте ему, ладно? Да-да, спасибо. Спасибо вам. Ну, извините, всего хорошего. Прощайте. Но, судя по всему, ребенка в квартире никогда не было. Ни кроватки, ни игрушек, ни одежды, вообще ничего. И главное, что она нас не спросила. Нашли мы ее дочку и зять. Слушай, вообще-то да. Я когда эту бабку пробивал, она вообще сказала, что у них никаких родственников нет. Я не понимаю, в таком случае куда она ребенка делала. Поехали в отдел. Маша сегодня дежурит. Ей. А может. Вика, выходи. Да, я уже вниз. Да, давай, жду. Вот, и вот такая вот работа мне по душе. Как только этот выж, ну, хоть увольняйся. Ну, вот. А я больше всего не люблю писанину. Знаешь, протоколы там. О. А вы чего вернулись? Маша, дежурный сказал, что Михайловскому в камеру принесли передачу. Давай, меднись, пробей паспортные данные, кто ее принес. Сейчас. Ну, так а к чему вы клоните? Скажи, а вот может такое быть? Например, Михайловский сердечник. Его сокамерник нет. Вот если они употребляли одинаковые продукты, накаченные медикаментами. Один умер, другой жив. Такое может быть? Ну, конечно, может. Только этому сокамернику тоже хреново должно быть. Угу. Алло, Дергач. Давай пробей состояние здоровья своего стукача. Да тебе-то какая разница о нем заботишься. Просто пробей и все, это приказ. Давай. В общем, к нему приходил Андреев Олег Анатольевич. Безработный. Ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за пьянство в общественных местах. О, тут продуктов на месячную зарплату. Ничего себе передачка. Давай. Отправь наряд туда. Я вижу, что ли. Угу. А для сердечника это фатально. Нужно в морг позвонить, сообщить, чтобы при вскрытии все подробно посмотрели. Да, и еще мне надо взять анализ крови у того стукача, которому плохо стало, и сравнить его с анализом трупа Михайловского. Ну, все, наряд выехал. Ну, я тогда домой не пойду, здесь дождусь результата. Я тоже. Чаем-то хоть угостите? Конечно. Ладно, пойду за конфетами сажусь. Так, а чего произошло-то? Да, по ходу, подозреваемого в камеру труванули. Ага. Привет. Привет. Ты что, бегом бежал? Летел. Это потому что ты индюк. Юр, ты чего? Заткнись. Что, сдурелся? Заткнись, я сказал! Если выстрелит, беги, он все равно не успеет перезарядиться. Закрой рот! Он правильно подметил, не успею. Так что выбирайте, кто сдохнет. Уходи, урод. Уходи, и будешь жить! Слушай, ты меня достал. Витя! Что? Витя! Не подходи, я выстрелю сейчас! Не подходи, я сказал! УДАР 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 Все хорошо? Не заряжен, что ли? УДАР Дебил! Да я не... Да я не хотел стрелять. Я просто думал, он испугается, убежит. Ты поймешь, что он трус. И вернешься. Посадить бы тебя лет на пять, придурок. Да не надо, его и так жизнь наказала мозгами. Пойдем к тебе. Мы тебя хотим. Пойдем. Пойдем. Пойдем к тебе сейчас дома нашего ребенка делать. Размечтался? СТУК СТУК На, заходи. Вот. Вроде проспался. Не совсем. Начальник, мне бы хоть водички, а? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот, спасибо. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Начальник, я вчера такого натворил, что вы меня в камеру закрыли. Ничего. И поедешь сейчас домой опохмеляться, если скажешь, кому передачку приносил. Чего? Передачу кому приносил вчера? Передачу? Так я его не знаю совсем. Ко мне на улице мужик подкатил с сумкой. Говорит, братан, я паспорт дома забыл, а там на нарах братве греться надо. Но я ей передал за две бутылки. Как этот мужик выглядит? Молодой, солидный такой. Майор, принесите фотографию Меркушина. А что этот ваш дежурный посылку спер, да? Угу. И за границ свалил. Вот говнюк мелочный. Смотри, этот мужик. Не-не-не, кто такой был? В общем, не он это. Точно говорю, не он. Майор, пусть он свои показания запишет. А как я писать буду, если у меня руки как у чечеточника от мороженого трясутся? Я запишу с твоих слов, а ты подпишешь. Давай, на выход. Ох, и умаялась я в этом морге. Значит, в крови Михайловского и стукача обнаружен препарат, понижающий давление. Ну, для здорового нормального человека это не страшно, а вот для сердечника это кранты. Интересно. Ладно, там папа из-ка бабушку привел. Пойду, допрошу. Угу. Ну такая что, свободна? Да. А могли бы сейчас дом нашего ребенка делать. Проходите. Присаживайтесь. Я не понимаю, почему меня в такую рань привезли сюда? Ну, потому что нам известно, что ваш зять и дочь живы. И ваш внук с ними. Что вы такое несете? Мы их все равно найдем. Но сейчас от ваших слов будет зависеть, пойдете вы свидетелем или соучастником. А что за бред? Ваш зять убил человека, и он сядет точно. А вот ваша судьба, судьба вашей дочери сейчас в ваших руках. Если пойдете соучастниками, мальчик попадет в приют. А если свидетелями, ребенок останется с вами. Погодите. Вы сказали, убил? Он отравил человека. А прежде сделал его крайним. В хищении, которое сам же совершил. Вот подонок. Это же он нас всех подставил. Ну, вы обещали, что дочь не будет соучастницей. Я сдержу обещание, если она, конечно, не виновата. Конечно, не виновата. Это все он, а не на Гороховой десять. Квартира двадцать шесть. Рядом с моим домом. Вот это разумно. Вам придется остаться здесь, пока все не прояснится. Пойдемте, я провожу вас. Я их просила только стекло поменять. Они мне начали рассказывать, что у меня якобы там вообще полтелефона переломалось. Я его уронила с небольшой высоты. Это не может быть. Ну, правда. Короче, лежит у меня теперь разобранный телефон. Потому что я им не верю. Ну, чего я сам починю. Не дашь мне. Хорошо. Это... Вик, выходи за меня, а? Прикольно. Ну, а где там я тебя люблю и все такое? Ну, ты же знаешь, что я тебя люблю. Такая же фигня. Ну, хоть в чем-то ты у меня современный. Раз ты выходной, тогда я прогуляю, а мы пойдем с тобой отметим это событие. Нет. Никаких прогулов. Давай, учиться надо. Потом отметим. Такой же ты у меня скучный. Давай, давай. Это здесь. Давай, может, я первый. Твой же один раз был первый. Лен, будь здесь, пока не позову. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы же не делали! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, что? Да прыгай с ней! Ты вообще ухуднулся! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лен, заходи! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Выходите. Привет, малыш. Я не хотела. А мы мультики досмотрим? Конечно, обязательно досмотрим. А почему мой папа лежит? Петь, увидим машину. Пойдемте. Ну что, никто не хочет чистосердечный подписать и срок себе сократить? Да пошел ты в мусор. Я без адвоката вообще говорить не буду. А я все напишу. Вот этот вот все меня заставил, а тот падла платил. Заткнись, падла. Пальц закрой. Миш, давай вот этого на кухню. Ну что, мы вас слушаем? Ну короче, это они придумали фирму организовать и деньги украсть. А директор Михайловский? Так он по сути бомжом был, только с документами. Вот они на него фирму оформили, коттедж сняли и машину. А потом подряд строительный получили и решили его кинуть. Это вытащили якобы трупы, когда разыгрывали убийство? Да, но это Влад все придумал. Он о том, что полицейский внизу живет, тоже знал. Поэтому и ребенка выставил к его приходу. Там в квартире так много крови было. Так его жена медсестрой раньше работала. Но они постепенно с мужем кровь себе брали и в холодильник складывали. Сюда и много. Медсестрой, говорите? А это она подсказала, как сердечника Михайловского с помощью таблеток убить? Она? Она и муж хотели вообще, чтобы все думали, что они покойники. А потом у тещи ребенка забрать и по липовым документам с украденными деньгами за бугор сварить. Ну, мне теперь ребенку придется с бабушкой пожить. Да, хорошо, что ты тогда ему игрушку подарил. Иначе не раскрыли бы дело. Лена, мне тут предложили карьеру в политике делок. В президенты месяц? Ну, нет. Потому что, как обычно, все занято. Вы депутаты для начала. Значит, придется в отставку идти? Ты будешь здесь за начальником? А, не-не-не. Мне хватает старшего следователя. А политика – дело лицемерное. Да ты к чему? Ну, не твое это, Миш. Ты мужик прямой, резкий. Зато там перспектив больше. А здесь я вряд ли до генерала дослужусь. Ну, делай, как хочешь. Зачем ты со мной советуешься? Ну, я вообще думал, что все решено, и мы с тобой будем вместе. Ну, я тебе «да» не говорила. Ну, ты мне и «нет» не сказала. Я вообще, хватит меня держать в подвешенном состоянии. Миш, ну, не начинай, а? У меня три дела в производстве, которые твои следаки раскрыть не могут. Да что ты? Да. Ты кем себя вообще возомнила? Ты не подумал, как мы вообще тут до тебя работали? Какой же ты дурак, а? Когда тебя несет. И дед нас запорожцы. Ну, мэрс, ну, подрезай. Это ты скребет. Ну, дед выходит из машины и кричит. Сынки, сынки! Есть кто живой? А там тишина. А дед и говорит. Ну, и слава богу. СМЕХ СМЕХ Это что, все, что ли? Ну, смешно. Ну, как-то так. Хорошо, да. Спасибо. Да. В общем, пострадавшей оказалась Лебедева Надежда Иннокентьевна, 23 года. Также является победительницей конкурса красоты в этом году. Жалко. Ух ты. Красивую девушку из него звали. А я про эти конкурсы много читала. Там все серьезно. В общем, у этих победительниц крупные контракты с рекламными агентствами. Но если они слетают, там, ну, косяки какие-то или по другим причинам, то корона достается вице-мисс. Ну и все прочее. Ну вот. Вот вам и первое подозреваемое. Ладно, завтра будем копать. Сегодня можно по домам. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Товарищ генерал, напугали. Здравия желаю. Ты чего тут, свет экономишь? Да нет, вообще-то домой собрался. Время уже. Успеешь. Я тут лично приехал, чтоб ты проникся. В общем, тут королеву красоты кислотой изуродовали. Я знаю. Этим делом занимается лично следователь Пархарчаков. Отнеситесь к этому расследованию очень серьезно. Не буду говорить почему, но для меня это очень важно. Конечно, товарищ генерал, раз вы лично просите, я завтра всем хвосты накручу. Ну вот так. Ладно, поехали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Доброе. А, чего тебе в выходной не спится? Да по привычке встала. Телевизор, это что-то новенькое. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, погоди. Криминальные новости. Вчера вечером возле ресторана «Парус» победительницы городского конкурса красоты плеснули кислотой в лицо. Сейчас она изуродована и находится в больнице. Не понимаю, зачем такое показывать прямо с утра? Люди завтракают. Изуродовать девушку еще хуже, чем ее убить. Что за урод вообще мог сделать? Привет, ну. Спасибо, чем я его купила. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравия, Филе! Как сало? Как сало, килограмм. Это ты зельстишь. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Так, ну вот, гляньте, это вчерашняя потерпевшая. О, какая! Угу. Угу. Моя Вика симпатичнее. В этом жюри одни из ващинцев. Чего? По-моему, она так ничего была, конечно. Так, закончили. Порожняки гонять. Это дело уже получило большой общественный резонанс. Вчера даже генерал к нам приезжал, просил побыстрее преступника найти. Что там у нас? Ну, пока у нас только два подозреваемых. Первая – это жених, которого Лебедева бросила после победы в конкурсе. А вторая – гражданка Силкина, вице-мисс. После того, как Лебедеву облели кислотой, она вышла из конкурса. Силкина автоматически получила корону, а также все рекламные контракты. Ну, ее, по ходу, никто убивать, по-моему, не собирался. И даже если бы на нее напал ее бывший, то она бы узнала, даже если бы он лицо обмотал и шар. Ну, он мог исполнителя нанять. Так вот, допрощишь этого жениха и попробуй его расколоть. Только в рамках закона, естественно. Есть. Раховщиков, допрощишь эту вице-мисску. Всем остальным – землю, Рейд. Есть. Ну, все нормально, Аркадий Викторович. С нападением на Лебедеву вас не связали. Это хорошо. Но ты все равно продолжай держать руку на полице. Как скажешь ты, свободен. Хоть выгуливаешь без меня, а? Конечно, Аркадий Викторович. Как-то родным дитем ухаживаю. Смотри, мне по-большому, по-большому кругу даю. Конечно, конечно, не долго. Я тут слышал, наш начальник в отставку собирается. Ну, если он уйдет, то Федоришин и вслед за ним. Слушай, Виктор, я ничего об этом не слышал. Если они уйдут, я тоже уйду. То есть, получается, что под нашим началом тебе служить впадло? Служить, Бурат, а вот прислуживать тоже. Ты смотри, он же классиков цитирует. Не иначе в интернете вычитал, еще-то не от вас зубрил. Следователь Пороховщиков. Да, пропустите. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, прекрасная незнакомка. Надеюсь, вы ко мне? Мне следователь Пороховщиков звонил. Вы гражданка Сылкина? Совершенно верно. Пойдемте со мной. Девушка, вы заходите потом к нам. Лучше вы к нам. С удовольствием. Алло, гараж. Здорово. Мне бы Капитонова и Илью Львовича увидеть. Львович, тебя. Ну, и я Капитонов. Где ты был вчера в 18.30? Вас с какой целью интересуетесь? Вчера в это время твоей бывшей невесте кислотой в лицо плеснули. А что с ней? Где она сейчас? В больнице. Лицо серьезное пострадало. Так я тогда к ней. Стоп, 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 стоп. Сначала на вопросы ответишь. На... Хорошо, да. Вчера вечером я был здесь, на смене. Давно с Лебедевой вы расстались? Месяца три назад. Сразу после ее победы. Нет предположения, кто мог это сделать? Нет. Хотя... Победу она-то взяла благодаря этому спонсору. А потом и его, и меня отшила. Сказала, что хочет быть сама. Как фамилия спонсора? Да не знаю, она меня с ним не знакомила. Ладно. Эти двое вчера в Стоге работали? Да. Пойдем проверим твои альги. Только я вас спрошу, давайте быстрее. Я хочу к ней поехать. Мне уже позвонили организаторы конкурса и рекламщики, чтобы я заменила Лебедева. Ага. Ну и что вы решили? После того, как рассказали, что с ней произошло, естественно, я отказалась. Потому что это подло. Да и вообще там все не по-настоящему. Значит, вот так вот проходят эти конкурсы. Крутят как хотят. Я всегда думал, что на этих конкурсах участвуют только размалеванные бабы. Так... Я не вас имел в виду. Я имел в виду вот этих, которые, ну... Так а что там о конкурсах? Ну я же говорю, все эти конкурсы не по-настоящему. У той же Лебедевой был богатый спонсор, поэтому она и выиграна. А может вы знаете фамилию и имя спонсора? Я не знаю. Они же с конкурсантками не общаются. А взятку организаторам несут. Откуда вы знаете, что Лебедеву спонсировали? Да, Лебедеву с самого начала откровенно тянули. Организаторы предоставили ей все самое лучшее. Начиная от визажистов, заканчивая телесъемками и центральным местом на сцене. Знаете... Спонсорство это интересная версия. Ладно, хорошо. Спасибо вам большое. Давайте я вас пройду. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. А ты чего, прогуливаешь? Ну, типа того. Да, надоело мне глухарей для архива оформлять. Хочу уволиться. Даже не думай. Пошли все обсудим. И заодно и прогуляемся. М? Пошли. Я думал, лучше нажимать. Ленусь, ну вот эта ж больше подходит. Нет, ну ты что, мне перекладывать неохота. Это так сойдет. Так. Альберт. Привет. 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 А мне Вика в среду позвонила, сказала, что замуж собралась. Фиг ее поймешь. А ты надолго? На пару дней. Пойду пробегусь по магазинам. Так давай подвезу? Нет, не надо меня подвозить. Я и так пешком хожу мало. И сопровождать меня тоже не надо. По-прежнему мне здесь не рады. Альберт, ну она же бывшая жена. Зато дочь тебе обрадуется. Давай раздевайся, проходи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Просто если наш начальник уволится, твоя мама точно переведется. Почему? Ну тут почему? Без него наши следаки ее заглядят. Мне, по ходу, придется уволиться. Ну и все равно там туда не дают. Жаль, конечно, я ради службы со спортом завезу. Почему ты не рассчитываешь стать старшим следователем? Ты смеешься? Ну, значит, у меня раскрываемости никакой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А что с делом этой, в которой королева красоты? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну так вот тебе и раскрываемость. В смысле? В прямом не будь тряпкой. Раскрой дело во что бы то ни стало. А я поговорю с родителями, они помогут тебе стать старшим следователем. Ты серьезно? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА К ней сейчас нельзя, потому что она без сознания. А лицо? Мягко говоря, она уже никогда не будет по-прежнему. Все-таки химический ожог. Да и психика ее пострадает. Красивой девушке тяжело такое принять. Мне все равно, какая у нее внешность. Потому что я ее люблю. И буду ждать ее здесь, пока она не очнется. Дай вам будет терпения. Ты что, как гибискус копаешься? Гибискус это вроде сорт чая. Так не умничай! Это я так выражаться отучаюсь, потому что в политику ухожу. Уже сутки прошли. Где результат? Дело просто очень запутанное. Ты мне что, прикажешь Федоришиной в ноги кланяться, что ли? Чтобы она мне дело раскрыла? Мне и так генерал каждый час названивает. Ну, не надо, товарищ подполковник, не надо Федоришину. Мы сами объединимся с Воробьевым и раскроем это дело. И сам ее подключать не хочу. Строить ты себе незаменимую. Давайте идите, докажите, что она не вип-следак, а обыкновенная. Обещаю. Раскроем. Ну, вот как-то так. Хотя я говорил ему сразу, что не стоит, чтобы в другое место пошли. В общем, мне нужно было туда идти. Да. Понятно. Не поднимешься? У меня папа приехал. Да нет, у меня же тренировка, нельзя пропускать. Если не служится со службой, есть шанс вернуться в профессиональном спорте. Ты опять? Все у тебя получится. Ну и вообще, давай иди, а я с родителями попробую поговорить. Вдруг они смогут тебе как-то помочь. Хорошо. Только дело Лебзевое. Постарайся раскрыть. Постарайся. Если почувствуете боль, сразу зовите. Угу. Ладно. Здравствуй, Надя. Чего ты пришел? Поддержать себя и вообще как ты? Прости, я не это хотел сказать. Тебе больно? Я могу врача позвать. Мне в душе больно. Я же уродом стала. Послушай, ну не надо так. И знай. Я тебя одну не оставлю. Слышишь? Конечно, если ты сама меня не прогонишь. Спасибо, Илюля. Только я тебя прошу, не уходи. Ну конечно. Конечно, не уйду. Понимаете, он любит свою работу. Но из-за того, что его задвигают, он решил вернуться в спорт. И правильно. Там платят больше. Папа спорт бросил из-за травмы. А теперь опять тренируются, как конь и гробит здоровье. Вечка права. Нам жених-инвалид не нужен. Вот. И что ты предлагаешь? Что ты хочешь от нас вообще? Смотри, ты же после ухода своего начальника переведешься. Вот и помоги ему стать старшим следователем. О-о-о. Ты как это себе представляешь? Мам, ну ты же гений сыска. Просто тайно помоги ему раскрыть несколько громких дел. О-о-о. Да-да-да. Ленка, ну это же святое дело своему будущему зятю, так сказать, помочь с карьерой. Правильно. Ты по своей линии подсобишь, а я по праве свои связи подключу. Угу. Подключатель. Ну а вы даете? Лена, почему нет? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Товарищ генерал, мы не раскрыли пока, но раскроем обязательно. Да что вы тут возитесь, как... Как кто? Прокурор в пальто. Как черепахи. Здравствуйте. Здравия желаем. Вам чего? Такая планерка аж. Выйдите и ждите. Так, все, вышло. Раскрой мне это дело. Это лично для меня важно. Понял? Есть, товарищ генерал. Раскроем. Обязательно раскроем. Вот. Я тебя за язык не тяну. Не провожай. Можно? Входите. Значит так. Все остальные дела по боку. Все мы, объединенные группы, занимаемся делом Лебедевой. Видали меня сейчас, как обпесочил? Да. Видали. Что там у нас? В общем, вице-мисс и этот бывший жених вне подозрения. Правда, они указали, что у Лебедевой был спонсор, который помогал выиграть конкурс. Может, родители за него сбутили? Да нет, она из небогатой семьи. А кто спонсор-то? Я утром заезжал в больницу, пытался выведать, но она отказывается признаваться. Здрасте. Какая девушка признается, что ей корону купили? Да никакая. Да если даже этот спонсор организатору конкурса взят дал тот же не дурак признаваться в коррупции. Ну, если этого спонсора не найдем, то дело не раскроем. Ну, так давайте прессанем этого организатора. Молодец, прессанем. Скандала нам еще не хватало. Я с Дергачем согласен. Он далеко не дурак, поэтому не будет он колоться. Без улик. Ну, может быть, у следователя Федоришина есть какие интересные версии? Нет. Никаких версий нет. Вы же сами сказали, я заменимый следак. Нет, да? Так, короче, ройте хоть до экватора, но дело раскройте. Это всех касается, кроме обидчивой Федоришиной. Все, вперед в атаку! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, Вить. Зайди ко мне только быстро. Давай жду. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Елена Васильевна. Садись. Что? Слушай, я тебе подскажу, как дело раскрыть. Ты пойдешь к начальнику и скажешь, что это ты его раскрыл. Ну, нет, Елена Васильевна, я так не буду. Слушай, меня Вика попросила тебе помочь. Ну, давай ради нее сделай. Да нет, ну это как-то неправильно. Это... Да ты не о том думаешь. Ты думай о справедливости. Мы разоблачим этого придурка, который девушке в лицо кислотой плеснул. Ну, хорошо. Смотри, я все узнала про этот конкурс. Там жюри сидели, очень известные люди. Их всех не купишь. Поэтому наверняка организатор конкурса взятку от спонсора Лебедевой всю себе взял. Так как тогда и Лебедева победила, если жюри за нее не голосовало? Люди сидели из разных сфер. Друг друга не знают. Голосование было закрытым. Организатор просто огласил результат, который был ему удобен. Ну, нет, я понимаю. А что нам это дает? Да проси членов жюри. Если выяснится, что большинство из них за победительницу не голосовали, ну, тогда прижмешь организатора, он тебе выдаст имя спонсора Лебедевой. А, точно. Гениально, Елена Васильевна. Мы же знаем, что она его бросила. Значит, вероятнее всего, он решил ее отомстить. Сам никуда не езди. Сюда их тащи. Здесь легче колоть будет. Как я их сюда... Они же звезды. Дело курирует генерал. И победителей не судит. Вот список членов жюри. Иди-ка Горлицкому, скажи, что тебя осенило. Давай. Спасибо, Лена. Осенило? Иди уже. Ну, а что ты на планерке-то молчал? Да у меня только потом это осенило. Да. Эти члены жюри, конечно, очень известные люди. Мы, если будем за ними по городу мотаться, много времени потеряем. И тем более человек в допросной сразу теряется. И закон на нашей стороне, генерал. Ладно, давай оформляем принудительный привод. Допрошу. Есть. Вот так. Конечно, моя хорошая. Я принес. Долго. Держи. Держи, моя маленькая. Вот так вот хорошо. Я тоже тебя люблю. Как им? Страдают, но с нападением вас никак не связали. Это хорошо. Что у нас по расписанию? В 14.30 встреча с мэром. Хорошо. Иди, я догоняю. Я отъеду ненадолго, да? Там разберусь и, Верночка, тебе не скучай, хорошо? Миш! Все, не скучай, я быстро. Держи. По вашему приказанию все доставлены. Тогда заводите их по одному. Нет, Лебедева не артистично. И потому я голосовал за ту, которая второе место заняла. Угу. Да ваше Лебедево страшное, как моя жизнь в лихие 90-е. И голосовал я за беленькую. Угу. Я там по приколу за уборщицу свой голос отдал. Потому что я вообще мужиков предпочитаю. Кстати. Может, выпьем сегодня вечером? Спасибо, я не пью. Угу. Распешитесь. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА На молоток. Даже целая кувалда. Теперь можно и организатора конкурса прижать. Я уже пробил, он ведет модельные курсы. Так, давай езжай туда и дай ему понять, что он потеряет все. Бизнес, свободу, репутацию, если не сдать спонсора Лебедевой. Даже если он ему взятку дал. Понял? Понял. Давай, дуй. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА 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 Раз, два! Раз, два! Раз, два! Господи! А-а-а-а-а-а-а! Стоп! Стоп! Замерли. Девчонки, вот вы вроде моделями хотите стать, да? Ну, киваем, да-да. Где грация? Где походка от бедра? Еще раз! Мы устали. Устали! Потерпим! Устали! Давайте! Здравствуйте! Здравствуйте. Вы Владислав Сведецкий? Он самый. А чем могу быть полезен такому милому следователю? Разговор есть секретный. Перерыв! 15 минут хватит? Хватит. Значит, продолжайте зарабатывать на девушках. Ч-ч-ч. Дружок, поаккуратнее. Тут тебе не зэки твои, там, грубые. Да? Да. Давай сами без пяти минут зэки. Неужели? Познакомьтесь. Ну, мне, в принципе, несложно опросить еще раз членов жюри, которые не голосовали за Лебедя. Сколько? Что сколько? Вы мне взятку предлагаете? Да. Да. Я думаю, лет пять вам надо. Я записал наш разговор на диктофон. Послушайте, я вас умоляю. Мне нельзя в тюрьму. Там все грубые, там... Имя спонсора, который заплатил за первое место Лебедевой. Я не могу. Это страшно. Филарик, он все может. Тогда мы поедем сейчас в тюрьму, и там есть люди. Пострашнее. Хорошо. Господи. Где? Вот его визитка. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Смотрите, если вы меня обманули. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я правду говорю, это он проплатил за Лебедеву. Правильно я хожу? Гениально. Просто, как он, гениально. Где вы? Выходим. Шустрее выходим. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А! Слушай, может, на обед заскочим? Нет, сначала сдержание проведем. Ага, это... Ну-ка, пока подмогу ждем. Да никакой подмоги, я сам справлюсь. СМЕХ Ну, смотри, следак тебе видней. Погнали. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Все хорошо. Вам поедем на море. СТУК Ну, здравствуйте. Опять вы пришли? Да. Это... Жених. Вы поймите, если вы мне не назовете имя спонсора, я не найду преступника. Я же вам уже сказала, что я честно выиграла этот конкурс, будь он проклят. Ну, уходите вы. Я уйду. Но дело не оставлю. Прошу вас убедить ее назвать имя. До встречи. Ты не обращай внимания. Ты самая красивая была и будешь. Ты посови, пожалуйста, сестру и иди тебе на работу пора. Хорошо, я пойду. Но вскоре вернусь. Пока. Чего ты меня здесь стрёмный? Ты гляди, какой давида. Не боись, Семенович. Перед законом все равны. Этот урод девчонки кислоту лицо сжег. Скоро там твой хозяин приедет? Скоро. Товарищи полицейские, может, вы уберете машину и у схода? Не уберем. О! Кажись, едут. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА 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 Я что? Вам придется проехать с нами. Телефон. Я сейчас позвоню твоему начальству и своему адвокату. Подождите. Ура! Вы за это ответите. Мы еще посмотрим, кто ответит. Я при исполнении. В машине видеорегистратор. Все записал. Садитесь в машину. Я с вами не поеду. Тогда мне придется применить. Спасибо. Ладно, поехали. На. Я свяжусь с адвокатом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вставай. Вставай. Нужно за ними. Телефон. Вставай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Молодец. Ну все, вечером лично все расскажешь, ладно? Давай. Целую. А Витя нашел того урода, который девушке лицо сжег. А дело было лично на контроле генерала. Слава богу. Ну, тогда я завтра же похлопочу за него в управление. Глядишь, он так до генерала дослужится. А Викуля станет генеральщей. Да, племяш? Да, пап? Да. СТУК В ДВЕРЬ Да. Товарищ генерал. Я выполнил ваше задание. Вот. Поймал преступника. В камеру его. Есть. Да не его, а тебя, идиот! В смысле? Именно он попросил меня проконтролировать это дело. Потому что я люблю Лебедева. Я не хотел, чтобы стало известно, что я помог ей выиграть конкурс красоты. Ну, раз она попросила. Мне тут звонят, сообщают, что ты напал на его дом. Охрану покалечил. Извините, ошибочка вышла. Извините, я просто не знал. Да, полковник, я же приказал. В камеру его. Представьте, пожалуйста. Надевай. Сам. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вперед. Ну, как ты? Нормально. Физически не пострадал. Но, боюсь, скандал просочится в прессу. И ее репутация пострадает. Ну, со стороны полиции точно не просочится. Но со своими сам справишься. Ваш приказ выполнен, товарищ генерал. Родянка в камере. Ну, с одной стороны, мне нужно заткнуть рот своим охранникам. А с другой, их бы уволить по-хорошему. Почему? Ну, потому что простой следователь. Я их как слепых котят обезвредил. Ну, вы меня извините, пожалуйста, он не совсем простой следователь. Он в прошлом чемпион по борьбе. Сейчас, кстати говоря, усиленно тренируется, чтобы вернуться в большой спорт. А вместо этого получит большой срок. И преступника вы так и не нашли. Короче, даю срок до вечера. А после я тебя лично разжалую. За то, что подчиненных не контролируешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А он ему палкой по лбу и ноги. В смысле ноги? В смысле убежал. Так, выйдите отсюда. Товарищ полковник, я вообще-то свидетеля допрашиваю. Завтра продолжите. Выйдите, я сказал. Вы свободны. Что случилось? Лен, этот дурак без справки вычислил данные спонсора Лебедевой, рубанул его охрану, а этого миллионера притащил сюда. И что? А то, что этот миллионер попросил нашего генерала лично взять дело на контроль. У него любовь с Лебедевой. Ой, Миша, блин, это я виноват. Слушай, не причитай, а? Генерал времени дал до вечера. Если Родзянка посадит, тебя уволят. И что? Ну, думай, ты же умная, помогай. Ну, если миллионер любит Лебедева и просил генерала найти преступника, то если мы его найдем, он простит Родзянка. Ну, как мы его найдем-то? Ну, у меня данных не хватает. Давай собирай всех наших, будем делиться информацией, устроим мозговой штурм. Пойдем. Я не знаю, чтоб так накосячить, эта Родзянка, ну, точно дебил. Это не то слово, дундук. Так, все, хватит его склонять. Я ему сам при встрече такое скажу. Давайте, версия. Ну, я опросил коллег Лебедевой, тангуха. А я ее отчетку вызвонил, но она тоже ничего не знает. Ну, я думаю, что нужно дождаться, пока Лебедева сама управится морально, ну, и сам ее и опросить. Только она может год в себя приходить. И вообще не факт, может вообще кукухой поедет. Да еще не факт, что поможет. Подождите, стоп, что-то мы упустили. Давайте сначала. Ты экспертизу делала? Что там за кислотой в девушку плеснули? Конечно, делала. Только они в больницу ее одежду выбросили, и мне пришлось из мусорника этот пакет доставать. Да, кстати, это была не кислота, а отвердитель. Так а в чем разница-то? В области применения. Маш, ну давай не тянись, что за область применения-то? Ну, в производстве. Вот, к примеру, в ремонте пластиковых деталей к машинам. Ну, погодите, этот жених Лебеев, он же в шинном монтаже работает. Не может он это быть. Что он кислотой облил, и я его каждый день в палате вижу, сидит там возле нее. Ну, мало ли что, то видишь. Он, может, отомстил за то, что она бросила его. Вот теперь отводит подозрения. Это все догадки. Нужно как-то его спровоцировать. Ну, чтобы... Ну, что типа мы все знаем. А? Все, будем провоцировать. Нужно вытянуть имя исполнителя. В атаку? Угу. Капитонов. Слушай. Тебе не стыдно? Что? Ты зачем девушку изуродовал? Ну, это что? Снимай быстрее! Да! Куда ж ты руками, блин? Куда ж ты руками, сейчас води принесу? Угу. 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 Смотри, как надоел раньше. Угу. Куда я собрался, а? К вам, к вам, к вам торопился, что признайтесь делать. Угу. Не скажешь, кто на Лебедя напал, пристрелю при попытке к бегству. Да пусти, я просто бежал. Прогуливался я. Слушайте, я ему карты проиграл. Он сказал, что простит мне Донкин, если я его бывшую бабу накажу. А я с Владимиром, а карточный док сами знаете святое. А я от всех титулов отказалась. И больше никогда не буду участвовать в конкурсах. Это потому, что я нечестно выиграла? Или ты считаешь себя красивее? У каждого свой вкус. И часто любят не за красоту. Ну, вот моя мама была еще эффектнее меня. А папа пошел к толстой на домашней. Потому что мама хотела быть гламурной. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здрасте. Добрый вечер. Это не отчаивайся. Часто не за внешность любят. Она права. Прости, что раньше не навестил. Не хотел тебя компрометировать. Так это ты отдельную палату оплатил? Я. А еще я с врачами разговаривал. Они уверяют, что лицо твое пострадало не сильно. Я оплачу пластическую операцию, и ты снова будешь самой красивой. Конечно, будет. А нашли кто ее? Нашли. Но я пока не скажу, кто он. Чтобы Надю не травмировать. Ладно. Я пойду. До свидания. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так как арестовали? Он же полицейский. Его пока только задержали. Но он же хотел как лучшую. И при этом нарушил закон. Вика, может, ты его сразу бросишь? Ну зачем тебе уголовник? Действительно. Ты его что, зачем с ума шутся шли?! Вика! СТУК В ДВЕРЬ Вика! Вика! Я пошутил. Твое счастье, что Крапивин обвинение снял. Но если еще раз подобный косяк, я тебя лично посажу. Понял? Так точно, товарищ генерал. Понял. Такого больше не повторится. Ну вот так. Свободен. Есть. Товарищ генерал, ну все-таки он миллионеры вычислил, как тот не шифровался. Ну так и за это тоже я его и не уволил. Господи, да что ж они так долго, а? Не говори. Наконец-то! Витюш! Тебя там в камере не обижали? Скажешь, конечно. Да и кто его такого обидит? Разве только что моя Вика. Это может. За это вам спасибо. Товарищ подполковник, вы только нас не ругайте. Все-таки у нас как-никак праздник. Умеете вы обломать, Елена Васильевна? Ладно, кто не на сутках по домам. Ура! 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 Сюда! Сюда! Они сейчас выйдут. Вот! Вот. Ну, он когда любит, когда моносочный, а когда твердый, блин. Спасибо большое, что нашли этого гада. Ну, мы тут вообще ни при чем. Тут, ну, все вот он. Вот, все он. Следователь Драдзянко. Если бы не он, никого бы мы не нашли. Еще раз спасибо вам большое. Лебедева просила вас поблагодарить. Если бы не вы... Да чего я, это моя работа. Я думаю, всем спасибо. Спасибо большое. Ах вот, значит, как. Вика, ты чего? Вика! Вика! Опа! Ой, простите. Иди догоняйся. Вик! Вик, да хорон! Семенович, догоним? Так куда она денется? Да подожди, дай подышу. Ну, ты не смотри, что снаружи так скромно. Держи. Там внутри самая лучшая в области пар. А мы чего, без закуски париться умеем? А я батюшку сказал. Там все есть внутри. Пойдем. Анатолий! Анатолий! Толик! Ты что, подстава, что ли? Твою мать! Сука! Стой! Стой! Стой, сука! Ушел, я там дверь запер. Ты нахрена его мочканул? Я случайно. А ты как догадался, что вода изменит траекторию пули? Школьный курс физики. Школьный курс? Небось, роликов в интернете насмотрелся. Черт. Это же теперь вы правы звонить. Следовательно, надо вызывать. Только не Фидоришину, то эти он явные путаны. Ты с перепугу сбрендил, что ли? Конечно, не Фидоришину. Мы тут с тобой соучастниками Мокрухи стали. Кому из моих подчиненных позволят следствие вести? Телефон накрылся. Домой он тоже на дне плавает. Елена Васильевна, скажите, что Бика выходила, я ее жду. Пойдем поднимемся, она все равно еще не готова. Пойдем. Ну, ладно. Вить, заходи. Привет, Том. Привет. Я сегодня устала, как собака. Добрый день. Привет. Викуль, Витенька пришел. Проходи. Да не, я постою. Ой, какой скромный. Да дело-то не в скромности. Если вы подключите дедукцию, то увидите, что у него грязная подошва. А значит, тройчину в ней не может. Я тебе говорила, она не готова. Ни к чему. Разуться-то не тяжело? К сожалению, миссия невыполнима. Мам, вот он сколько сегодня на работе пробыл? Двенадцать часов. Вот видите, а если он разуется, то все мы задохнемся. О, господи. Вот язык. Ты, наверное, следователем будешь, как мама. Не дай бог. Да уж, двое полицейских в семье, это беда. Да. И мне такой муж не нужен. Поэтому бросай работу. Мне нравится моя работа. То есть ты меня применяешь на работу? Я с тобой никуда не иду. Проваливай. Ну, характер. Она выпендривается. Поужинаешь с нами? Да не, я пойду. Спасибо. До свидания. До свидания. Это сейчас что было-то? Ее язык и ее враг. Кого она такая? В кого? В Альберта, в кого? Он что, реально ушел? Давай, догоняй. Сейчас. А на что ты рассчитывала? На что я рассчитывала? Гражданка следователь, а как писать, я Манька облигация или облигация? Пишите лучше, я подполковник Когорлицкий. Тогда, надеюсь, не ошибетесь. Девушка, ты язык аст. Шутки прекратить? Странно. Пальчики есть. Только на дверной урочке ведущая помощное отделение. Во всей бане вообще отпечатков нет. То есть как? Ну, по-видимому, здесь провели уборку. Не мы. Там еще нож и пистолет, из которого у нас стреляли, в бассейне плавают. Ну, и кто за этим нырять будет? Ну, точно не мы. Здравия желаю, товарищ генерал. Садитесь. Ну, что, домылись, домоседы? Может, вы хотели сказать домоседы? Нет, я именно это хотел сказать. Товарищ генерал, там еще две проститутки убиты и банщик. А, нет, все-таки не домоседы. А так, просто убийцы. Это не мы их убивали. Вообще, не с нами шлюхи. Да и мы убили до нашего прихода. А, обидно. Не успели воспользоваться. Ну, только не надо нам шлиться сейчас аморалку, товарищ генерал. Мы просто сюда приехали попариться. Товарищ генерал, я обязана отправить их на медицинское свидетельство. Я сейчас сразу предупреждаю. У нас в крови есть немного алкоголя. Мы выпили перед этим символически. Да кому интересно, сколько у них там промилле плещется. Все, удостоверение на стол. А они там? Я принесу. Здравствуйте, товарищ генерал. Здравствуйте. Вот, пошел. Они просто там в парилке сушились после того, как мы в бассейн нырнули. Да вы что, издеваетесь, что ли? Значит так, допишут объяснительные и на экспертизу этих алкашей. Спасибо. О, опаздывайте, товарищ начальник. Привет. Ленка, проведешь за меня планерку, ладно? А, ты что, отгул взял? У нас с Дергачевым на время следствия отстранили. В общем, там, да ерунда, мелочь. При сопротивлении стрелка одного заводителя. Проведешь, ладно? Да. Спасибо. Да. Что-то он странный такой сегодня. Раз тебе заранее не позвонил, чтобы пожаловаться, да и пирожок не взял. Ну, надеюсь, еще расскажет. Пошли. Мало того, что вы и подполковник Кагарлицкий были пьяны, что подтвердили медики. Так еще выяснилось, что Кагарлицкий звонил на сотовую убитого банщика. Но он же нам баню заказывал. Да, но этот банщик работал там меньше года. А согласно распечаткам, Кагарлицкий звонил ему много лет. Даже когда тот работал продавцом овощей. А вам не кажется, что вопрос не по адресу? Может быть, лучше у самого подполковника Кагарлицкого спросить? Но вы тоже проходите по этому делу. И что? И одна из версий такая. Ну-ка. Исполнитель подполковника Кагарлицкого убрал банщика и проституток. И вас, майор, там тоже хотели убрать. И обставить все так, что вы в притоне с кем-то не поделили проституток. Интересная версия. И зачем это Кагарлицкому? Чтобы вы не мешали его роману со следователем Федоришиной. Что? Да, мы и это знаем. У вас слишком буйное воображение, дамочка. Я не дамочка, а следователь прокуратуры. Вы свободны. Только не уезжайте из города, иначе я сочту это за побег. И позовите ко мне Кагарлицкого. Он с генералом встречается. А убитому банщику ты чего звонил? Даже когда он не в бане работал. Да, он же из бывших бундуков неоднократно мне сливал неофициальную информацию. Но об этом я только вам рассказываю. Потому что вдруг кто-то захочет его семье отомстить. Ну, короче, у нас в управе тоже единство, нет? А главная следовательша, которая ведет твое дело, из группировки моего зама. А его столица поставила, у него там мощная крыша. То есть просто вы нас отмазать не можете, да? Именно. Не могу и не хочу. Потому что уже на самый верх доложено, и кого-то над крайним сделать. А, то есть если преступника не найдут, мы с майором виноватыми будем. Отлично. Вот именно. Посадить не посадят, но под задмешалкой могут. Так что давай, привлекай Федоришину. Пусть поможет сбежавшего преступника найти. Нет, я тогда привлекать не буду. Иначе он тогда с паровозом пойдет. Ну, тогда выкручивайся сам. Я не могу приказать прекратить копать под тебя. Столицы не поймут. А туда уже доложили, что ты и майор выпивши были. А это уже аморалка. Ну, это тогда, ну, несловно, собственно, безопасно заниматься будет? Да. Добрый день. Разрешите? Майор Прокопович, управление собственной безопасности. Присаживайтесь. Благодарю вас. Следователь Федоришина, чем могу помочь? Дело в том, что нам поступил сигнал. И в рамках уголовного дела, возбужденного против подполковника Кагары Лицкого и майора Дергача. А что, возбудили уголовное дело? Ну, конечно. Разве не были оба пяные? Да и к тому же, там же обнаружены три расстрелянных трупа. И пока еще неизвестно, кто их расстрелял. Я была не в курсе деталей. Так вот, нам поступила информация, что вы, Елена Васильевна, сожительствуете и с подполковником Кагар Лицким, и с майором Дергачом. Верно? Что, с обоими одновременно? Не уточнял. Но, видимо, по очереди. По очереди, да? Значит так, Кагар Лицкий мой друг. Мы с ним вместе учились. Дергач мой коллега. Ну, я так понимаю, вы сексист? И не допускаете, что женщина может быть другом и коллегой, да? Я попрошу вас не кидаться обвинениями в мою сторону. Тем более, что это сейчас моя прерогатива. А вы не волнуйтесь, успокойтесь и напишите, что вы с ними не сожительствуете. А я проверю ваши показания, опросив сотрудника вашего отдела. Никто свечку не держал? Свидетелями быть не могут? Как знать, как знать. В моей практике не такое встречалось. Да вам или не знать, Елена Васильевна, что не всегда есть прямые улики, а иногда важны косвенные доказательства и даже оперативная информация. Ну, это когда расследуется уголовное дело. А сейчас это просто сплетни. Закончим диспут. Пишите, пожалуйста. Ну, что мы здесь шаримся? Да я понять хочу, куда это второе делось, раз я его не нашел. Вас там на допрос ждут. Да не ной ты. Давай мы с тобой в неформальной обстановке будем на «ты». мне сегодня ночью жизнь спасла, как-никак. Судя по тому, как эта следачка настроена, ты с ее допроса можешь сразу в камеру загребить. Нет, и генерал мне на это намекал. Черт, так не хочет туда ехать. Есть такое слово. Надо. А есть такое слово? Нахрена? Вот, получите. Благодарю вас. Лен, ты видела, этот хмырь с подвижной мордой тебя на аморалку проверяет? А ему нечего мне предъявить. Если бы у них было что-то конкретное, меня бы давно отстранили. Следакам пошел. Да. Ко мне тоже заходил. Хотел, чтобы я призналась в двойном сожительстве, что я с Дергачом и Горлицким по очереди сожительствую. Да ты что? Счастливая женщина ты лет. Ну, не говори, повезло. Ой, сказочный идиот. Еруфина, вы как начальник, будьте добры, успокойте своего подчиненного. О, бог ты мой. Витя, ты что, с ума сошел, а? Ты вообще своей башкой думаешь? Что ты творишь? Идиот. Я, конечно, понимаю, что он типа ваш зять, но у меня служба. И я обязан проверять любую информацию. Да, но не при всех говорит, что Елена Васильевна гулящая. Следователь Радзянко, держите себя в руках. Я доложу, куда следует. Пусть там дадут правовую оценку, вот, всему происходящему. Я приношу свои извинения. Вы просто так не оделайтесь. Все, вы... Витя, ну ты что? Ну, что он? Лен, ну ты понимаешь, что ты под уголовное дело попал? Ну ладно, Вика все равно хотела, чтобы я уволился. Ну, это хорошо, если уволишься. А могут и посадить. И это еще большое счастье, если условным сроком он делается. Дурак. Гражданин Грогорлицкий, почему вы много лет звонили банщику, которого убили ночью? Вы сейчас так странно формулируете, можно подумать, что я убил. Отвечайте на вопрос. Есть. Ну, только вы в протокол не пишите, пожалуйста, ладно? Он был моим любовником, я жду от него ребенка. Прекратите паясничать, вы же подполковник, вот и будьте серьезными. А если серьезных, это вы перестанете нас с майором делать крайними. Как это я вас крайними делаю? Так это парили мне там в бане мозги, вместо того, чтобы подельника убийцы искать. Или что, может быть, заказ получили, чтобы нас под статью с Дергачем подвезти? Как вы смеете? Смею, потому что ваша предвзятость так и лезет в глаза. Я же вам там в бане все рассказал и написал. Или мы, может быть, забыли напомнить вам. Прекратите, пожалуйста, на меня кричать. Товарищ следователь, как вас там, Ирина? Вам по должности не положено нервничать. Я сама знаю прекрасно, что мне положено. И вы меня неправильно поняли. Я непредвзятая. Я просто неопытная. Я до этого только на архивных уголовных делах работала. А мои коллеги знают, что вы человек-генерал, и даже совета мне помочь не хотят. Я не знаю, как искать того, кто из бани сбежал. Ну, если вы, конечно, его не выдумали, только он может подтвердить, что это не вы там бой не устроили, да еще и выпившие. Ладно, простите меня. Только, пожалуйста, не дергайте нас хотя бы до вечера с майором. Мы попытаемся найти того, соучастника или свидетеля. Договорились. Только вы меня, пожалуйста, не выдавайте. До вечера. Ну, в общем, потом в баню приехал генерал и приказал нам сдать ксих. А на утреннем допросе что было? Ты зачем ее впутал? Миш, я сама ему позвонила. Ты же трубку не берешь. А я все равно к нам пристегну. Я не понял. Здравствуйте, меню, пожалуйста. Не надо ничего. Тогда я вас слушаю. Что принести? Чаем и принесите. Какое-нибудь пирожное. Одну минутку. Так как ты ее впутал? Меня ОСБшник на моралку проверял. Ведь ваши домогательства, они же всем известны, всем полицейским в городе. А Родзянка ему за это в нос дал. Ну, это его в лучшем случае по статье уволят. Нас тоже уволят. Миш, мне майор все рассказал. Я готова помочь. Нужно это дело раскрыть. Генерал тогда вам поможет. И Родзянка тоже. Не будем мы тебя впутывать. Сами разберемся. Все, поехали. Да, Лен, так будет лучше. Ну и катитесь. Пожалуйста. А клиент уже ушел? Заверните с собой, пожалуйста. Чего ты приперся? Привет. Ты же не в меня влюблен, а в свою работу. Да я попрощаться прошу. В смысле? Походу меня посадят. Что? Да я там одному майору разрядил ее. Ну, тогда надо с мамой поговорить. Она должна помочь. Она-то меня как раз за это ругала. Так что это уже никто не поможет. Ну, сколько тебе дают? Ну, не знаю, может как три. Всего-то. Ничего, все-всего-то. Ну, я тебя буду ждать. Только зэковские наколки не делай, мне они не нравятся. Ну, не нарывайся ни за камер ногу. Какие татуировки-то че? А хочешь, с утра нас бежим? Серьезно? Пальнув ты, сумасшедший. Здравствуйте. Спасибо, что дождались. Здравствуйте. Это вам спасибо большое, что так быстро приехали. Я заявление на следователя Радзянко написал. Побои зафиксировал у медиков. А Вашов сказал, что вы в дело заведете. Конечно. Только сначала я вас опрошу. Пойдемте. Конечно. Что, допился? Ты фильтруй базар, начальник. Ты бы пожалел временно ослепшего. Ну, что, узнал что-нибудь из золобитого банщика? Нет. На тебя посмотреть пришел. Точнее, пощупать. Конечно, узнал. Лет 15 назад он с Ивантеевским якшался. Вот, их всех потом пересадили. Некоторые в бега кинулись. А вот банщика никто бы что-то не тронул. Ну да, на Ивантеевских трупах выше крыши. Давай, давай. Что еще скажешь? Недавно Ивантеев неделю назад откинулся по актировке. Ну, типа, инвалид. И почему-то сразу бросился в бега. А сейчас на конспиративной хате ныкается. Кстати, вот его адресочек. Ну, да. Почему-то осуждение преступников мы отслеживаем от их соблаждения. Спасибо, что там реально важная инфа. Спалился. А все от жадности. Ты зубоскалить будешь? я расценкой подниму. Магическая сила бабла. Магическая сила бабла. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА То, что убитый банщик с Ивантеевскими работал, я и сам раньше знал. А чего его тогда не посадили, когда и группировку дербанили? Он же тогда мелкой сошкой был. Ты знаешь, я вот про месть Дружков тоже подумал. А Ивантеев, когда откинулся, он мог завалить этого банщика, а проситуток заодно, как свидетель. Ну да. Не зря же он на нелегальное положение ушел. Слушай, если его адрес есть, может, навести? Не забыл, что мы с тобой? Не при исполнении. Ни ксив, ни пуш к собой. Да там инвалид здоровья, ахированный. Да я сам понимаю, что по-другому нельзя. Если ты не заметил, я уже рулю в его адрес. А я-то думал, куда мы едем? По вашему приказанию доставлен. Заходи. Как поживаешь, Витя? До встречи с тобой было все замечательно. Ты чего меня сюда приводом привела? Так ты сотовый отключил. Или хотел с невестой страстно попрощаться? А ты что, до сих пор ревнуешь? Это же вроде ты меня бросила. Это ты меня бросила. Хотя я, знаешь, тебе благодарна. Я хотя бы замужем за хорошим мужчиной. Это все, что ты хотела мне сказать? Тогда пойду. Сядь, гражданин Родзянко! На вас поступило заявление от майора Прокоповича. Вы ударили его при исполнении. И прекрасно знаете, что за это бывает. Узнаю. Посижу. Как был тупым спортсменом, как и остался. Может, хватит меня оскорблять? Я вообще из-за любви другого следователя. Ты ко мне предвзято относишься. Тогда пока в камере посидишь. На выход, руки за спину. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сосед, ты нас заливаешь! Сосед! Стоять, полиция! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну и что толку, что я тут стоял? Если у нас пушек нет? А я тебе что говорил? И не ори на меня, как потерпевший. Как хорошо, что вы приехали. Вот этот преступник хотел меня ограбить. Это же Ивантеев. Так, а ну-ка, дверку нам открой! А? Я даже не представляю, кто это мог быть. Да, конечно, так бы тебе и поверили. Короче, оружие, наркотик есть, лучше сразу сдать. Да вы что, я законопослушный, гражданин. Кончай придуриваться, Ивантеев, и собирайся с нами поедешь. Не получится на воле умереть. Вот только не ной, а! Ведь это же ты банщика заказал! И твой исполнитель сейчас в нас стрелял! Сдашь подельник того, кто банщика с проститутками завалил. После поверки мы тебя отпустим. Я не понимаю, о чем вы. Все, собирайся, поехали. Ну что, Ивантеев, может, шепнешь по секрету, кто после тройной мокрухи из бани сбежал? И в нас, кто только что стрелял. Чуть попозже. Я все расскажу. Ну, так и не вам, а следователю, который это дело ведет. Значит, ты все-таки мстишь за то, что тебя 15 лет назад сдали? Конечно. А ты такое бы простил? Ну, все. Раскрыли дело. Че, так и будем без дела сидеть? А что ты предлагаешь? Надо в баню ехать. Я там следы поищу, а ты после нашим поможешь. Маш, я уже предлагала им свою помощь. Они отказались. Ну, им-то ладно. Им максимум увольнения светит. То, что пьяные были. А вот Витю, как снар вытаскивать, я ума не приложу. Да, за него меня Вика живую сожрет. Вы свободны. Присаживайтесь. Что у вас за отдел такой? Почти полным составом законы нарушаете. Товарищ генерал, я как исполняющий обязанности начальника отдела несу ответственность за действия Родзянко. Но я прошу вас понять, он в нашей сфере человек новый и часто включает благородство вместо мозгов. Я замесил. А вообще он хороший. Ну, немного инфантильный из-за спорта. Все-таки с детства ты тренировки в день. Товарищ генерал, товарищ генерал, лидер ОПГ Ивантеев, он же заказчик убийства. Помним, помним такого. Он сознался, что нанял исполнительность, чтобы завалить того, кто его сдал 15 лет назад. Да? И сейчас этого не отрицаю. Только я ведь по актировке освободился. У меня сейчас боли начинаются. Мне бы врача. А после исследователя все под протокол расскажу. Даю слово. Ладно, давайте в камеру его и вызовите скорую. Давай, на выход, пошел. Ну что, поздравляю с первым самостоятельным раскрытием. И поймали вы не абы кого, а главаря группировки киллеров. Исполнителя, думаю, тоже поймаете. Ну, когда этот расколется. Спасибо, товарищ генерал. Тогда я подожду, когда скорая уедет и сразу же его допрошу. Давайте. Ну, товарищ генерал, а как же Радзианка? Да, он очень способный следователь. Без него вся раскрываемость до ноль сойдет. Да. Товарищ майор, ты это, забудь, пожалуйста, претензии свои. А мы уж там сочтемся. Конечно, товарищ генерал, пойду лично его из камеры выгоню. Давай. Работаете? Угу. Ну, вот, видишь, и без тебя дела раскрывать можем. Молодцы. Теперь ты снова начальник отдела. Работа у меня такая, чужой пасхали проверять. Но мы ведь и коррупционеров, и предатели в рядах полиции тоже ловим. Так что хлеб свой едим не зря. в общем, гуляй, пока я добрый. Я понял. Извините. Ага. Хорошо. Сует-ритан. Кто-то, как-то и ковар, пока я не единственного Ага. хру-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот сука такая. Проходим. Стоять. Давай-давай, вперед. Сел. Получите. Спасибо, вы свободны. Надо, чтобы он остался. Это важно. Ну, хорошо. Как вы себя чувствуете? Спасибо. Скорая помогла. Хотя для больного онкологии это временное облегчение. Вы обещали рассказать, кому заказали банщика и проституток. Маленькое уточнение. Я обещал сказать, кого заказал. За то, что он 15 лет назад меня сдал. И банщик тут ни при чем. Он у нас шестеркой был. Я ничего не знал. Так что я не в курсах, кто его завалил. Так... Но я все эти годы выживал. И, наконец, будучи уже больным раком, у меня последняя стадия. Освободиться, чтобы отомстить тому, кто меня сдал. Тому, кто оставил меня бешеной. Потому что сделал так, что мои дети выросли без меня. Я дал все свои закопанные накопления, чтобы этого стукача грохнули. Какого стукача? Вот тебе не показалось странным, что Шатун только узнал мой адрес, тут же сообщил тебе. Да-да-да, а ты своим появлением у меня на конспиративной хате только подтвердил, что это он стучит. Я ведь только ему адресом шепнул. Только уж ты больно быстро нарисовался у меня на хате, чуть не взял моего исполнителя. Да и все эти годы догадывался, кто меня сдал. Сука, прекратите! Отмени заказ! Отмени, говорю, заказ! Слышишь, сука, отмени заказ! Что? Убьешь меня же, что ли, да мне меньше месяца осталось. И уже поздно. Мой человек его грохнул давно. И вам его не найти. Что? Что такое? Дежурный! Скорую вызывайте! Что ж с таком? Семенович, быстро поехали! Давай, давай, родной, давай! Еще раз будешь кулаками не по делу махать, я тебя лично выкину. Никакая будущая теща не поможет. Я больше не буду за него заступаться. Да я понял. Последний раз это было. Угу. Вы меня обманули! Кто-нибудь обещал на ней жениться? Да не они, а лично вы. Вы мне обещали это дело раскрыть, и я вам поверила. А Ивантеев к бане не имеет никакого отношения, и сознался он только в том, что заказал стукача вашего оперативника. Дергач где? Туда уехал. Так надо за ним! Так тихо все! Алло, майор, помощь нужна? Лады. Если что, сразу сообщай. И получается, ничего я не раскрыла. Зря генерал поздравлял. Ничего и не зря. Присаживайтесь, посмотрите, как мозговой штурм идет. Прошу, пожалуйста. И ты сядь! Родзенко, ты тоже сядь! В общем, мы в курсе ситуации, но проясните, пожалуйста, детали. Значит, в бане были убиты именно проститутки и индивидуалки. Их вызвали с телефона убитого банщика. Подполковника Кагарлицкого и оперативника Дергача стрелял неизвестный, которого они убили. У него документов нет, а в нашей базе нет его отпечатков. А самое интересное, знаете что? Что нет ни одного отпечатка пальцев, кроме наших с Дергачом. Ну, не исключено, что это не преступник сбежал, а свидетель, который просто прятался в бане. Ну, или же сам киллер. А убийца участник? Нет. Это был подельник убийцы. Поэтому он устроил генеральную уборку после убийства трех человек. И, скорее всего, он был судим. Просто так тщательно заметал следы. А зачем он тогда выходил? Невозможно, отогнать машину. Они не первый раз были в этой бане, но первый раз столкнулись с банщиком. Он там недавно работал. И убили его, поняв, что он из бывших бандитов. Так, значит, надо допросить предыдущего банщика и показать ему фото убитого. Родзянка, Папецка, займитесь. Так я и сам могу. Нет. Я запрещаю ходить по одному. По крайней мере, пока это дело не раскроем. Тогда я с ними поеду. Конечно, это же ваше расследование. Командуйте. За мной. А можно, когда все закончится, я вас домой... Вдря стараешься, а не сразу замужем. Это я тебе сказала, чтобы позлить. И ваш симпатичный опер обязательно меня проводит. Ты что, обалдел? Ну что, вы ж не все... Дай пошути, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Живой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты меня еще с шизиком обзывал. Ивантеев, сука, киллера на меня подослал. За его пуша? Да. И фотография у него, блин, моя была. А что это он пишет? Явку с повинной. За то, что пришел по мою душу. И еще за две мокрухи, которые он совершил ранее. Пиши, блин! Я там не убивал. Я на шухере стоял. Граждане и сотрудники. Он бешеный. Он меня пытал. И это, изнасиловать грозился. Ты не заливай. Хороший начальник, спалились мы с тобой. Мне бы это на дно залечь. Подожди. Подержись, Семенович. Подожди. На, Эджи. Пин-код пришли. Спасибо. Спасибо. Ну, давай, королись. Чего это он на тебя работал? Ты пиши, пиши. Да он когда-то честным ворон был. А его свои с ту качество заподозрили. И жены умели. Вот такие же вот. Свои. Ну и он меня сам нашел. И сдавать их потихоньку начал. Так это значит он идейный? Идейный? Слушай, а давай этого киллера грохнем. Ну, при попытке к бегству. Тогда твоему стукачу не надо будет скрываться. Не надо. Не надо. Я ничего никому не скажу. Не надо. Ты пиши, пиши. Ты пиши, пиши. А это он чего? Спит что ли? Да, в бассейне. Мертвым сном. Так вы его знаете? Нет. Я всех своих клиентов помню. А этот в загородную баню не приходил. Ну что, получается, эта ниточка к раскрытию дела не привела? Получается так. Давайте телефон. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну так это... Что-то с нами в баню не пошла. Да. Так мы с Петей потом помоемся. А. Я с удовольствием. Ну как? Да никак. Не знает он его. Жаль. Значит подельника убийцы мы не поймаем. А на нем три трупа. Куда едем? Обратно в отдел. Гони в отдел. Как себе чувствует стукачок вашего опера, который меня сдал? Остыл наверное уже? Гражданин Вантеев, сейчас я проведу очную ставку. Какую еще ставку? Заводите. Сел. Ну что гражданин Вантеев, знаком вам этот человек? Ты его завалил. Не успел. Обломись придурок. Шатун просил передать, что он тебя на одном месте вертел. Понял? Скорую вызывай. Не надо. Я вам больше ничего не скажу. Ни одного слова. Так как по конституции такое право имею. Вспомнил конституцию. В камеру этого, а этого я допрошу. Встал. На выход. Можно? Ну вот мы за вас еще и очную ставку провели. Но мы так и не нашли того, кто сбежал из бани. Выходит, Ивантеев и его киллер к моему делу никакого отношения не имеют. Подождите. Банщик из банды Ивантеева. У них там какая-то паранойя была, и они друг друга в стукачестве подозревали. И что? Когда Ивантеева и его подельников посадили, остальные пустились в бега. А если тот, кого вы убили в бане, узнал в банщике своего? И если его не посадили, и он не пустился в бега, значит он всех сдал? Дайте фотографии убитого. Так, мне нужно пару минут. Куда она? Так надо. КРИК Опять бои. Как вы себя чувствуете? Кренова. Жизнь. Кренова К metre. Кренова. По молодости чуть-чуть. Побеспредельничала, а потом все по тюрьмам. Дети без меня выросли. Жена с другим живет. Даже тому, кто меня сдал и не смог отомстить. Вы и ваша банда людей убивали. За это понесли наказание. Вы хоть и лидер, но какой-то не фартовый. Все время именно там проигрывали. Что вам нужно? Знаете его? А чего я должен вам помогать? Я все равно скоро сдохну. И снисхождением мне зарабатывать не надо. Мне вас жалко. Я вам устрою свидание с сыном и дочкой. Даже если вы мне не поможете. Это Серый. По кличке Бульбаш. Он не местный, он из Белоруссии. Раньше с нами работал. И брат его двоюродный тоже. Он тоже приезжий. Девять лет здесь отсидел. По одному делал со мной. Дешевый подонок. И на зоне чертом был. Баба у него здесь жила. Так может, и сейчас живет? Адрес помните? Может быть. Переулок Песчаный. Дом рядом с булочной. Третий этаж, дверь прямо. Спасибо. Только свидание с детьми не надо. Чтобы они меня таким видели, не хочу. У них своя жизнь. Для них я давно уже умер. Умер. Дежурный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тогда я звоню группе захвата, чтобы они его брали. И сама потом туда подъеду, чтобы сделать обыск. Только как задержат меня позвонить. Конечно. Спасибо вам. Вот и разобрались. Можно кофе попить. Лен, погоди. Мы тут хотели с майором предложить тебе выбор сделать. Ну, кого ты из нас двоих выберешь? Понятно. Пока я выбираю работу. И вы давайте заканчивайте своими домогательствами. Меня уже в двойном сожительстве обвинили. Из-за вас. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Облом. Ну, она не сказала нет. Ну, ты заметил это вот? Пока выбираю работу. Вот это вот пока, оно обнадеживает, да? Значит, будем ждать. Майор, пойдем хоть в баню, что ли, сходим? СТУК В ДВЕРЬ Да хватит уже, попарились. Теперь я только дома моюсь. Живее, пацаны, живее. Добрый вечер. Здравствуйте. А вы как здесь? Не стреляли ведь? Так я ж оперативник. Ирина, а что вы делаете завтра вечером? Так это, киллеров допрашиваю. Потому что этот в бане с двоюродным братом был, узнал банщика и решил его убрать. Ну и проституток заодно, как свидетелей. Потому что после срока снова людей убивал. Правда, в Белоруссии, где в розыск попал. И боялся, что банщик, бывший подельник, проболтается, что он приехал. А можно я сейчас с вами? Извините, мест нет. Позвольте. Хорошо. Да. Спасибо. Спасибо. Можно брать только живым. За ним. Ты совсем на службу забился? Да. 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 За ним. Ты совсем на службу забил? Никак нет, товарищ. Запомни. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Ясно? Не совсем. Романы будешь крутить по выходным. Понял? Понял. Ну, а как в целом-то у тебя с ней? Нормально? Ну, пока не очень. Ну, вот видишь, может там и перспектив нет, а так мог бы с работы вылететь. Все, давай, дуй. Есть. Зайди-ка ко мне. Это срочно. Явилась по вашему приказанию. Так, ну блин, ну хватит, мы же здесь с тобой одни. Ну, после проверки моего морального облика предпочитаю соблюдать субординацию. Ну, посмотрим тогда, что ты на я-то скажешь. Офигеть. Миша, вот ты даешь. Это же 300 долларов за билет. Подумай. Я же знаю, что это твоя любимая группа. Они всего один концерт дают. Миша. Все, давай, дуй домой, переодевайся. Заеду за тобой в семь. Спасибо. Да. К нам тут одна очень крутая группа с концертом приехала. Маша говорит, ты ее любишь. Я два билета купил. По 300 долларов. Ну, да. Прости, но я уже приглашена. То есть, я опоздал. Ну, получается так. Не судьба. Елена Васильевна, вы не знаете, почему Вика на телефон мне не отвечает? Может, она обиделась? Не знаю. Может, у нее бзик очередной? Ты давай с ней построже будь. Пока. Замерзнешь. А мы вот так. Да хватит уже тебе. Чего ты мечешься туда-сюда? Тем более, женщина должна сама бегать за мужиком. Вот. Как в народе говорится, чем больше женщин, ну, мы больше, тем меньше, больше она нас. Точно. Классика. Молодец. Да мне что-то на душе неспокойно. Мы же с Фикой договорились сегодня. Заявление на роспись подать. У-у-у. Соболезноваем. Для мужика брак это гиблое дело, запомни. Да. Хорошее дело браком не назовут. Да. Иди. Ох. Вот так. И что ты тут же сделал, а? Держи. Можно я тебе остальное с получки отдам? Ой, Петро. Что ж с тобой делать? Ладно. Спасибо. Разорить тебя твоя недоступная. Да ладно. Один раз живем. Я, кстати, тоже с мужем иду на этот концерт. Так что, увидимся. У тебя откуда деньги? Ну ж, говори с мужем. А. А ты что, обломался? Отказала Ленка? Да ее уже пригласили. Походу он. Шеф. Ну, я тебе так скажу. Концерт, это еще не повод для секса. Ты слышал? Вот. Ну, нет. Ну, вечером нужно как-то неформально одеваться, что ли. Томочка, мы же идем на концерт. Ну, что ты? Ну, может не оперу? Кто там? Хорошо, так вот это. О. Привет. Добрый вечер. Вика дома? Так я думала, она с тобой. Нет, и на телефон не отвечает. Снова выпендривается. Вить, заходи, здесь ее подождешь. Раздевайся. Кстати, может в кино с подружкой пошли. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Проходи, проходи. Да. Здрасте. Вить, как тебе коралл? Таня. Гражданка, со мной. Товарищ Малак. Так давайте, только резче. А можно нам дежурство поменять? Зачем? Ну просто я на концерт не иду, отвечать некогда. Так, все, меняйтесь, мне какая разница. Спасибо. Маш, тебе что? Ну как, вы же обещали до дома подвезти. А, да, поехали. Приветствую. Здрасте. Здрасте. Вот гражданка заявила, как девушку Джуд затащили, а Сотовой ее выбросили. Да, да, я у парка, я телефон подобрала и в полицию. А, у парка? Это не наш район, все, извините, мы торопимся. Это Сотовой Виктории Федоришиной. Он разбит был, поэтому только сейчас это определили. Так, Маш, ну-ка давай всех ко мне в кабинет, и Попецка верни, если он уехал. И Семеновича позови. Хорошо. Есть записи с камер наблюдения, как ее похитили. Но еще в парке обнаружены два трупа с огнестрельными ранениями. Ё-ка. На записи видно, как Виктория Федоришина незадолго до похищения встречалась с мужчиной, которого пытались убить, но он бежал. А второй его защищал. Завалил одного из нападавших, но сам погиб. Страсти какие. Да не говорите. Параховчков уже ушел. Позвонить ему? Не, не надо. Семенович, загонять за Федоришиной она должна быть дома. Давай только в темпе. Я записи похищения привез. Можем посмотреть? Угу, давайте. А со свидетелями потом пообщаемся. Надо бы еще Родзянка вызвать. Он все-таки жених, много чего не знает. Давай, Попецка, набери ему. Ну, я не знаю. Но все равно чего-то не хватает. Украшений. А ну, дай-ка мне шкатулку. Да, да, да. Да. Нет. Смотри. В смысле похитили? Вот это идеально. Вы что, там сговорились-то, что ли? Вот, суки, я их порву. Вить, что там? Не знаю, ничего не понятно. Попецка звонил, говорит, что Вику похитили. За нами Семеновича отправили. Как похитили? Боже, какой ужас. Так, подождите, хватит прочитать. Миш, что там? Сейчас приедем. Ну, что? Ничего не объяснил, но ничего не отрицают. Поехали быстрее. Держите нас в курсе. О, Господи! Да что же это за изверги такие? Ну, всё, ну, всё. Ну, успокойся, ну, хватит. Ну, знаешь, теперь будет. Послушай, а ты, а ты Викиному отцу позвони. Он же полицейский, может, поможет. Да, да. Где мой мобильный? Не знаю. Альберт, Жейку похитили. Не знаю. Ну, кстати, в Париже, когда похищают людей... Да заткнись ты со своим Парижем, дура! Вот беда, так беда. Никарко Семёныч, мы её всё равно найдём. Нам по закону не дадут вести её розыск. Мы люди заинтересованные. Стоп! Ты чего? Кажется, я знаю, кто это сделал. Кто? Так, выезжайте, я сам разберусь. Там по закону не получится. Витя, вернись! Вернись! Ну, и куда теперь? За ним? В отдел поехали. Черт. Хорошо, жёстче. Локоть подними. Локоть, работай с корпусом. Хорошо. Так, хорошо, хорошо. Двигайся, не стой на месте. Аккуратней. Вставай, 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 вставай. Работа, речь. Слышь, урод! Иди, Вика, куда бессменной обуви? Пошёл ты. Сейчас нам ещё расскажут. Ну, кубер, пошли. Ну, кубер! Кубер, и свернула! Пусти его! Да что вы стоите? Папа! 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 Рюкзак, девчонки. Там папка. Босс сбежал. И Лешего завалили. Но его с нами не свяжут. Он пришли, наемник. Вы бокорезы. И девку зачем с собой притащили? И она видит наши лица. Так мы ее потом завалим. Так и на кой вы ее вообще сюда привезли? Она с боссом встречалась. И он ей вот что передал. На чердак ее. Ищите босса. Иначе я вас на ремни порежу. Ну что стоим? Ты пока ехала, мы раз пять посмотрели это видео. Этой дорогой Вика все время возвращалась из университета. Ее точно ждали. А что там эта свидетельница, которая заявила, говорит? Ну, я ее опросил. Она ничего нового не показала и отпустил домой. Ясно. К Вике подходил босс и недалеко была акула. Интересно. А что за папку ей передали? И откуда вы босса знаете? Он два раза предлагал мне работать на него. Я отказалась. О чем следователь Федоришина подавала мне рапорт? Жалко, что мой лучший стукач в бегах. Но я других своих поспрашиваю из-за этого босса. И я своих опрошу. Нужно пробить его адрес и группу туда. Да вряд ли он после такого покушения дома сидит. Но дом обыскать надо. Я не понимаю. Мы так и будем сидеть? Я жду звонок от Родзянко. Он сказал, что знает, кто похитил Вику. Он это в машине сказал и выскочил. И куда-то умчался. Блин, что ж ты молчала? Не берет задрыга. Так, Дергач и Папеско. Учите к своим стукачам. Одного Родзянко надеться не стоит. Есть. Ладно, пойду в доме Басова обыск устрою. Официально я веду это дело. Так что по любым новостям звоните. Но не лезьте сами в расследование. Как скажете. Если Вику похитили, что-то хотят от меня. Только что. Главное, что она сейчас жива. Алло, я слушаю. Ясно. А где он? Ясно. Звонили из больницы. Родзянко пытался кого-то задержать. Его самого от метели. Я поеду. Я тоже. Так, давайте. Лена Воробьев, дуйте к Родзянко. Маша, а ты езжай в морг. Там узнаешь, что по убитым. Может, они как-то были связаны с похитителем Вики. Только смотрите на глаза этому Рогу, не попадитесь. Да, ясно. Я не знаю, кто это. Только не надо из нас делать идиотов. Эта папка, если ее продать нужным людям, стоит миллионы долларов. И дал ее тебе, незнакомец. Я говорю правду. Ты что, не поняла? Что здесь надо говорить правду? Я говорю правду. Говори! Куда? Тебе! Тебе! Нести эту папку! Ну? Мария, может, все-таки довезти? Да пешком быстрее, Семенович! Где он? На переломы проверять. А вы просите, кто? А, ясно. А я тренер. Ваш придурок влетел в мой спортзал. Сразу напал на него. Так мы с боксерами вступились. А он моим спортсменам нанес травмы различных степеней тяжести. А вы вот так в сторонке стояли и наблюдали за всем этим, да? Нет. Мы вырубили его. А потом вызвали полицию. Ну, сейчас дежурный следователь опрашивает моих потерпевших спортсменов в их палатах. И хочет возбудить уголовное дело. Ясно. Мне Родзянко уже после рассказал, что Вику похитили. Он думал, что это я, потому что видел меня с приятелем на джипе. Но, если что, на Вику я не претендую. У меня невеста есть. А вы что тут сидите? Он вас тоже травмировал? Совсем немного. Мы просто хотели узнать, как он тут. И вообще следователь сказал, подойдет к нам. И мы хотели попросить его не возбуждать дело. Ну, сорвался парень. Ну, с кем не бывает. Да, вы правы. Все равно он доложит все начальству. Так что его так отписывать, что мало не покажется. Вику нашли? Нет. Ты как? Да нормального перелома в сотрясении нет. Потому что мозгов у тебя нет. Мы с тобой столько времени потеряли. Давай сиди здесь теперь и жди следователя. Я приеду. Позже помогу. Ну что, как там, Витя? Бронебойный наш, Витя. Ломал дров, конечно. А я ему давно советовал в группу захвата перейти. Что в морге сказали? Ну, у тех двоих, которых в парке убили, документов при себе не было. Но я откатала отпечатки пальцев. Так что надо в отдел ехать. Сверять по нашим базам. Вдруг совпадения будут. Если убитые ранее где-то засветились, их отпечатки точно есть в нашей базе. Но это плохо. Потому что их подельники наверняка в курсе, что они были судимы. И пустятся в бега. И если мы не установим, кто убит, то вся надежда на наших оперов, что они через своих агентов найдут Сакуу и Босса, а через них можно выйти на Вику. Семенович, подожди. А может, это они ее и похитили, а мы тут что-то не понимаем? Поехали в отдел. Поехали. Поехали. Прости, Родина. Прошу. Привет, начальник. Ты что конспирацию нарушаешь? Без собаки пришел. А я сам целого зоопарка стою. Ты Забасова с погремухой Босс что-нибудь слышал? Нет. Я слышал, как кисели слива на крестах варек подломили. А еще... Так, давай не тарахти. Ты поспрашивай там у своих из этого Босса. У него еще помощник. С погремухой акула есть. Лады. Это тебе. Я ее для конспирации украл. Пусть у тебя послужат. Нет, ты что? Тут я конкретно... Беспонтовый. Давай, пока. Эй. Эй. Ты что? У дороги нашел я подкову. Это к счастью, коль верить поверью. Как приду я к родимому дому, так ее я повешу над дверью. Для кого так надрываешься? И кого ж нет вокруг? Исключительно для души читаю. Слышал что-нибудь про Басова? Конечно. Замечательный артист был. Еще он фильм «Щит и меч» снял. Как режиссер. Слушай, Пегас, ты вообще своим делом занимаешься? Я про того Басова, который босс. И про его подручную акулу. Про них я тоже слышал. Но они сильно высоко витают. А я, как в пьесе Горького, на дне. Но подкову свою я не брошу. А оставлю ее на удачу. Хоть какая-то будет мне ноша. К сухарям доводиться в придачу. Благодарим покорно. Ладно, хорошего ее жизни. Ты же сидел с акулой вместе. Ну вот, поспрашивай своих нищих. Где он может сейчас гоститься? И про Басова заодно узнает. Понял? Ну что? А появится дом, пригодится. Мне подкова заветная эта. Может, все ж я счастливым родился. Ведь нашел для себя ту примету. Только что звонили, в доме Басова никого нет. У меня есть оперативные данные, что он обналичкой занимается. Черный нал отмывает. Причем работает не с мелочевкой, а с огромными суммами. О, Елена Васильевна, крепитесь. Я это дело взял под личный контроль. Спасибо. Присаживайтесь. Ну что там? Маша проверяет отпечатки пальцев убитых. Так, зря старается. Мы их уже пробили. Там один приезжий. Судим 8 лет назад. Сейчас выясняем его связи. А то, выходит, мы время потеряли из-за этого Рогова, который не дает нам официальное дело вести. Так я на такую клизму вставлю. Тут не до инструкции, когда такое происходит. Здравствуйте, товарищ генерал. Я пробила пальчики. Маш, да знаем мы уже результат. Я поговорю с Роговым, чтобы он держал вас в курсе. Ну и вы, если что, узнаете, сообщайте ему. Обязательно. Ну а чего вы про своего родзянку-то молчите? Или вы думаете, мне не доложили о ЧП в спортзале? Воробьев, что там с этим троглодитом? Ну, чего? Он, ну... В общем, он чуть не искалечил этого бывшего ухажера Вики. И, ну, и заодно еще несколько боксеров из зала в больницу отправил. Его тоже, конечно, немного подмяли. Если хоть один из пострадавших заявление напишешь, я его отмазывать не буду. Я тоже не буду ему помогать. Надоел он уже боковать. Здравия желаю, товарищ генерал. Есть что умное сказать? Я поговорил со своим стукачом, а он... Он попробует узнать про босса и ЛКУ. Ладно, работайте. Лена Васильевна, держитесь. Я стараюсь. Ладно, я тоже пойду. Хочу одна помнить. Папыску звонил. У него тоже глухо. Ну, не стойте вы так думаете. Да куда уж нам, если сама Фидаришина не смогла? Да она просто от горя мыслить не может. Ну, все, вперед. Носом землю рыть. В атаку. Ну, машинами. Ну, хватит рыдать. Ну, это даже примета плохая. Томочка. Томочка. О, кто-то пришел. Открой, пожалуйста. У меня отнялись ноги. Ой, хорошо, что вы пришли. Потому что я уже замучилась просто с ней. Альберт. Привет. Ну, что там, привет. Я только что звонил. Лена просит не мешать в отделе. Сделай, как она говорит. Ну, просто так. Я тоже сидеть не буду. Я вот что подумал. Нужно обыскать вещи Вики. Вдруг след какой найдем. Тома, сиди. И я сама. Вот. Вот уже. Кстати. Кстати, надо обязательно компьютер проверить. Ну, там, почту, соцсети. А вдруг кто-то там куда-то ее заманил. Ты ее пароли знаешь? Ну, откуда я знаю пароли, Тома? Вот сумочка еще. Я смотрел уже. Кому ты должна была отнести эту папку? Вот упорная. Короче, надо отдать ее нашим торпедам. Она быстро расколется. Надо дождаться, пускай они пробьют, кто она такая. Ну, или так. Нужно начать прессовать уголовников в городе. И кто-то явно сдаст босса. Или лишь бы прессовать, придурок. Потому что у тебя в голове вместо мозгов пять пачек маргарина. Может, хватит уже ругаться, а? Ну, где-то он прав. Чего мы сидим? Ну, а что, просто так по городу бегать? Мне только что сообщил дежурный. Да сядь ты. Похитили ее. Так, Дергач, позвони своему штукачу. Пусть пробьет за акулу и босса. Он сам позвонит, если что узнает. А они-то тут при чем? Они встречались с Викой за три минуты до ее похищения. И могут быть причастны. Кажется, я знаю, как пробить их. Буду через час. Давай, удачи. Ну, что, нашли? Пока нет. Но по студенческому я пробил всю подноготную этой биксы. Ну, не тупи, дальше. У нее мамка-следователь. И батя-полковник полиции. Прикинь, босса в нолях сдать не взападло. Точно. Он нас через них заложить решил. Я уже пробил через ее однокурсницу, где эта деваха и ее мамаша живут. А знаешь что? А ну-ка, вези эту следачку сюда. Заодно и полкана перехвати, если получится. Сделаю. Ну, все, слились. Достал бы все дети. Батихати, как крысики. Ничего. Я думаю, уже недолго осталось. Вот когда ее родоков сюда привезут, я эту шалаву и упорную точно завалю. Хоть душу оттяну. Брата, я эту. Чего звонил, гражданин начальник? Помощь нужна твоя, Захар. Во времена настали. Следователь рецидивиста о помощи просит. Только ты не по адресу обратился. Я в уголовке не служу. Кончай, Захар. Мои коллеги дочь выкрали. Я знаю, ты по понятиям живешь. И беспредел всегда пресекал. Говори. За этим стоит босс и акула. Это Басов, что ли? Он. Знаешь за него. И ты правильно подметил. Я по черной жизни иду. И поэтому босс твой для меня всегда барыга был. Хоть и миллионами ворочен. Я вот понять не могу, ему что, денег мало, что он детей начал красть. Может, он сам в какой-то замес попал. Короче. Где он гасится, я не в курсах. И искать бесполезно. Ну, ниточку одну я тебе дам. Говори, я в долгу не останусь. Мы когда-то сами его вели, когда на бабки выставить хотели. Но потом узнали, что за ним бары в законе стоять и трогать не стали. Но информации много насобирали. В частности, что он мазохист. И очень часто к себе одну шлюху вызывает. Эльвиру. Эльвира. Значит, она практикует садомазок. Как ее найти? Таких в городе немного. Поэтому сам не идешь. И помни. Если срастется, ты у меня в долгу. Я слово держу. Поэтому с тобой и говорю. Дергач, я пробил. Надо искать проститутку Эльвиру. Она садомазом занимается. Босс ее часто к себе вызывал. Понятно. Давай на связи, отбой. Он еще извращенец. Надо с сутенерами поговорить. Ну, бери по Песку и вперед. Можно и с ними? Нет. Почему? Тоже головой надо думать. Так, может, я поеду? Не надо. Мы с вами справимся. Поехали. С Богом. Так, остальные продолжайте заниматься текущими делами. Следующий Доришин это, естественно, не относится. Я никогда не чувствовала себя такой беспомощной. Я ни о чем думать не могу. Ни о чем. Ничего, Лен. Все будет хорошо. И мне кажется, что именно босс похитил Вику, а папку в парке дал ей... Даже не знаю, для чего он дал эту папку. Хуже всего здесь торчать. Слушай, кому мне ее оставить, а? Чего? Ты по Песку мне собаку оставил. Сидит она там. Слушай, Виктор, тебе собака не нужна, а? Да хорош ты со своей собакой. У меня Вика пропала. Да не психой-то. Я-то-то при чем, а? Слушай, собаки, они как люди. Только верные. Да пошел ты. Всех. Выходи. Давай-давай-давай, шевелись. Чего? Где он там? Шагай. Заливай. Мужики, вы что задумали? Давай-давай, шагай. Вы? Последний раз спрашиваю, где Эльвира? Если братва узнает про привычки босса, они его опустят. А если я вам расскажу про его личную шлюху, то он меня завалит. А вы мне по закону ничего не сделаете. Да ты до сих пор не понял, что ли? Мы ничего по закону с тобой делать не собираемся. Слушай, а что мы с ним цацкаемся, а? А давай сейчас вниз его кувыркнем, а там и добьем. А я слышал, ты богатым извращенцем несовершеннолетних продаешь. Да когда это было? Срок давности по уголовке давным-давно истек. Я сейчас только со взрослыми работаю. Короче, мужики, мне в натуре кажется, мы его теряем. Слушай, а давай мы его при попытке к бегству весим. Мужики, не убивайте, пожалуйста. У меня есть телефон этой Эльвиры. Давно бы так. Ну, Томочка, ну давай я хоть на картах погадаю, что ли. Ну, Вика жива, нет. Не каркай, дура. Прости. Ты только не волнуйся. Где отец и мать Виктория недовиженной? На работе этой тетя, я просто подруга. Если хочешь, чтобы плевянница была жива, позвонишь ее мамаши и вызовешь сюда. Понятно? Томаш, помогай, помогай! Сука! Сука, помогите! 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 Боже мой! Закрой дверь. И никому, кроме наших, не открывай. Боже мой! Вызывай скорую, скорее! Ленке звони, потом скорую. Там сейчас наши опера одного сутера допрашивают. Звонила моя сестра. На ее квартиру напали неизвестные. И они требуют, чтобы Вика осталась жива. Я должна ехать туда. Разрешите, я поеду туда. Не разрешаю. Туда поедет полковник Федоришин, следователь праховщиков, эксперт Кацман. И усиленную группу с собой возьмите. Есть. Есть. Послушайте. Басов неоднократно предлагал мне работать на него. Обещал хорошие деньги. Но я отказалась. Он отдал Вике папку, чтобы та передала мне. В папке компромат на тех, кого боится босс. После этого на него напали, но он сбежал. Но, вероятно, за ними следили. Видели их встречу с Викой, потому что именно после этого она пропала. Те, кто похитил Вику, Вику они не могут найти Басова и опасаются, что он опять выйдет на меня. И хотели заманить меня через сестру. Логично. А почему же все-таки босс так и не вышел на вас? Ну, вероятно, с ним что-то случилось. Или он понял, что я не буду ему помогать, а остальным сотрудникам он не верит. Да. Хорошая у полиции репутация. Если выводы Федоришиной подтвердятся, ей-богу, уйду в отставку. Я за репутацию полиции? За комплексом неполноценности. Чувствую себя рядом с ней полным оригофрэном. Товарищ генерал, вот, нашли Путану, которая садо-мазо практикует и часто обслуживает босса. Но она молчит, как рыба об лед. Разрешите, я сама ее допрошу. Разрешаю. Пойдемте. Свободны. Есть. Ну вот, и Путану поймали, и Федоришина голову включила. Все, теперь дело пойдет. Бои бог. Только вы сильно не старайтесь. Я вам все равно ничего не скажу. Потому что моих, типа, коллег, которые болтали о своих клиентах, зверски грохнули. Эльвира, с ваших слов я понимаю, что вы знаете, где босс. Иначе бы вы сразу сказали, что не в курсе, а вы говорите, что не будете отвечать. Он кого-то боится, потому и прячется. А он сам вышел на меня через мою дочь и просил о помощи. А сейчас моя дочь пропала. Я вас уверяю, он скажет вам спасибо, если вы нас сведете. Да, походу, он реально прячется. Просто он жить не может без Садамаза, поэтому меня вызывал. Уже не к себе домой, а в какую-то халупу. А Кула с ним? Да, с ним. Но он тоже гасится. Я им еще продукты вожу. Только я все равно не верю мусорам. Давайте сделаем так. Я ничего не скажу своим коллегам. Мы поедем туда вдвоем. Хорошо. Только мобильник здесь оставьте свой. Я его оставлю у себя в кабинете. По дороге вызовем такси. Ирина Васильевна, ну как? Ничего, пока. Прости, Семенович, не до тебя сейчас. Так, я сказал, немедленно в больницу не спорьте. Это может быть сухожилие задето. Подавайте. Ой, Боже. Да успокойся, все нормально. Вы, если что, звоните. Так вот, Томочка, она потом выбила пистолет у этих бандитов. А вы уверены, что нападающие были без перчаток? Ну, конечно, конечно. Да, без предела хуже, чем в девяностое. Нападать на квартиру сотрудников, это уж слишком. Кстати, вот во Франции. Маш. Да. Аккуратней. А с технозой не спрячься. Я там себя чувствую, как рыбу водил. Ну, ты окуленыш как хочешь, а я за бугор свалю. А мне за бугром не нравится. Там люди какие-то ненастоящие, фальшивые. Ну, так а что ты всю жизнь бегать будешь? Не, чё-то я подустал. Отбегал уже своё, видимо. Вы это, когда свалите, я, наверное, к бабке поеду, в деревню. Отсержусь там, отдышусь, пока не найдут. Они ведь найдут. Всё мазово рассказ, зная, что чёрная метка у нас. Всё ясно. Молоко с булочкой и доярка дурочка. Они же грохнут. Зато это на воле погибну в бою, как викинг. Куленыши, куленыши. А? Куленыши, куленыши. Я, это, чефирочку-то пойду заварю. Да, только в доме не кури. А? Эльвира, открой. Ага. А, вот это сюрприз. Топай давай. Ты чё делаешь? Ты чё делаешь, я тебя спрашиваю? Ты нахера, шкура, следачку притащила, а? За нами слежки точно не было. Телефон она в кабинете оставила. Где моя дочь? Где моя дочь? Её похитили. Кто? Волга и циркур. Помоги мне их найти. Босс, её нельзя отпускать. Таксист сказал, что высадил их здесь. Значит, зря ты на меня наезжал, и мы их не потеряли. Следы бабские вот туда ведут. Мусора! Это чё там, а? Чё там? Босс, это менты, там волнует. Ты чё сделала, падать? Сука! Стоять! Это не я! Все замерли. Я буду стрелять. Можешь не сомневаться, выстрелю. Речь идёт о моей дочери. Ногу ранило! Сдаюсь, сдаюсь! Не стреляйте! Алло! Следователь пара хопщиков. Скорую срочно в яблонивку. Заходим. Воробей, ты как? Ничего страшного, царапин. Не стреляйте, я сдаюсь. Где Вика? Какая Вика? Девушка, которую вы похитили. Я покажу. Я всех сдам. Я мимо стрелял. Я водитель, это всё они. Я ведь вашей дочери папку передавал в надежде, что нас прикроете, а циркуля с Гогой возьмёте. Это ведь они на нас убийство повесили и крест поставили. Да. А этот приговор-то без вариантов. Только кто знал, что они за нами уже следят? Папецка, давай пакуй их. Пошли. Да, ну что это? Дамочка, тоже с нами пойдёмся. Вика жива. Она на даче у Гоги. Сейчас поедем. Ленка, ты правильно решила, раз они в дом сестры вломились, значит, они за делом следили. Поехали уже. Поехали. Только предупреждаю, опять будем без группы захват. Касман набери. Да, хорошо. Ну что, рахиты, с одним мужиком справиться не смогли? Пушка вам зачем? Мы её там оставили. И мы без перчаток были. А крот ведь судимый. Его тоже с нами повяжут. На колени. Да ты что, братан? Успокойся. Это правильно. Надо тёлку ещё завалить. И за Богу орвалить. Не двигаться! Где она? На чердаке. Давай. Лену зови. Лена! Где Вика? Видно, за ней пошёл. Дочка. Дочка? Всё хорошо, не переживай. Просто ссадины. После такого я точно не на юридический в культе отпереведусь, чтобы таких уродов сажать.